МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего несколько минут, и мы с вами узнаем, кто и какие места получит в новом парламенте. А значит, как изменится наша с вами жизнь? Станет ли легче? Смогут ли те, кого мы избрали, сделать нашу страну такой, о которой мы давно мечтаем? Итак, я Дмитрий Анопченко. Это подробности недели, специальный выпуск, который продлится до самой ночи. Интрига сохраняется до последней минуты, и прямо сейчас вы первыми узнаете, кто прошел в новый парламент, а кто нет, кто получит власть в стране, а кто останется, ну, скажем так, за бортом. Пока Центр избирком даже не начал считать голоса, свои данные уже подготовили социологи. По нашему заказу они проводили экзит-полы, опрашивали избирателей на выходе с участков. Эти результаты вот-вот должны принести в студию. Я сообщу вам их буквально через несколько минут. Ну, а затем, как проходили эти выборы, как будут считать голоса, весь сегодняшний день следят наши журналисты, ну, и в первую очередь, фронтовые корреспонденты. Накануне было много опасений, что в день выборов возможных провокаций, атаки, даже теракты. Как прошел этот день и что еще стоит пережить? Знают мои коллеги, которые сейчас на линии фронта, они на прямой связи из Донецка, Краматорска и Мариуполя. Ну, вот Мариуполь еще ждем на связи. В любую минуту они выйдут в эфир. И еще у нас возможность есть узнать, что происходило не только на фронте, но и в тылу, и где и проблемы, надежд не меньше. Мы готовы вместе с вами в режиме реального времени, в прямом эфире, отслеживать любые нарушения. Увидим начало подсчета голосов, и в прямом эфире будем узнавать данные о явке. И как на эти выборы отреагируют иностранцы. И наши друзья, и наши, скажем так, недруги. Десятки наших журналистов работают сегодня в каждом крупном городе страны. Вот если на плазме, да, появилась карта, вы видели, это все точки на карте Украины, где находятся наши камеры и съемочные группы. Ну, а в том числе они есть на Донбассе, в так называемой серой зоне. И особое внимание к ключевым городам Востока и Юга страны. Как возможности поменять власть несли жители Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Одессы. Узнаем от наших корреспондентов. Они в любую секунду готовы выйти в эфир. Но еще, конечно же, на связи с нами будет Симферополь. За Крымом мы будем сегодня следить. Будем следить очень внимательно. Важный момент. Напомню, что половину парламента мы с вами избрали по так называемым мажоритарным округам, но вот вторую по партийным спискам. 29 партий пытались преодолеть 5-процентный барьер. Больше 20 кресел так и останутся пустыми, ведь в Крыму и на оккупированных территориях голосования не было. Впрочем, от итогов сегодняшних выборов зависит даже не столько расклад сил в парламенте, а то, кто получит, ну, скажем так, главный приз, пост премьер-министра. Будет ли это коалиция блока Петра Порошенко с Народным фронтом, а значит, Арсений Юценюк сохранит свое кресло, или договоренности будут другими, а значит, правительство возглавит новый человек. Это главная интрига, и все это будем обсуждать. Будем обсуждать в сегодняшней программе. И все внимание этой ночью будет приковано к штабам основных политических сил. Там в ожидании оглашения экзитполов сейчас собираются и политики, и журналисты. А если можно, давайте глянем, что там в штабах происходит, в каком из этих штабов будут пить шампанское, а где разойдутся молча в ожидании разбора полетов, мы вот-вот узнаем. Ведь данные социологов мы имеем право сообщить вам только в 8 вечера, когда закроются избирательные участки. Таймер тикает, есть еще несколько минут. Держим интригу. Ну, а что касается избирательных штабов, то в эти минуты мы начинаем получать оттуда картинку. Ровно в 8, как только появятся первые данные, мои коллеги Максим Кошелев, Катя Лысенко, Алексей Пшемыский, Алла Матюшок будут готовы вам рассказать, каково это для политиков, чувствовать себя победителями или, увы, проигравшими. Ну, а вот в штабе блока Петра Порошенко у нас полноценная вторая площадка, и там Евгений Киселев. Если есть буквально несколько секунд, Евгений, скажите, а в вашем штабе считалось традиционно, что эта политическая сила лидирует. Вас что, уже откупыривают шампанское или все-таки осторожно относятся к прогнозам? Нет, вы знаете, шампанское здесь точно не откупыривают. Здесь обстановка абсолютно рабочая. Здесь пока что в основном одни журналисты. Если политики здесь где-то и есть, они где-то за кулисами. Я, во всяком случае, никого здесь пока вокруг себя не вижу. Все с напряжением ждут объявления результатов экзитполов. Конечно, под разными кодовыми именами уже эти данные распространялись в социальных сетях, и все догадываются, кто сколько пока что набирает. Евгений, им не нужно догадываться. Ровно 8. Мы можем сообщить эти результаты. Итак, результаты того экзитпола, который проводили по заказу национальных информационных систем, редакции подробностей и подробностей недели. Вот в эти минуты есть картинка, его должны оглашать в агентстве украинские новости, ну а мы эти результаты узнаем прямо сейчас, в прямом эфире. Итак, экзитпол, который проводился по нашему заказу. Предварительные цифры, однако, тем не менее, мы с вами вот прямо сейчас можем понять, как распределились голоса. Дайте слайды, пожалуйста. Итак, Народный фронт. Ждем данных. Напряженный момент. Я так понимаю, что буквально вот с минуты на минуту социологи эти данные передают. Коллеги, ну. Нельзя так мучить зрителей. Итак, блок Петра Порошенко. Это лидер. 23,1. Это данный экзитпола. Лидер блок Петра Порошенко. 23,1. Далее. На втором месте. Народный фронт. 19,7. Интрига этих выборов. Кто займет второе место? На данный момент 19,7. Далее. Самопомощь неожиданно. 11 процентов. На следующем месте оппозиционный блок. Оппозиционный блок 9,9 процента. Практически 10. Радикальная партия. 6,6 процента. Батьковщина. 5,7 процента. Свобода. 5,8 процента. Разница, как видите, в одну десятую. И так мы видим, что согласно данным социологов, ну вот, перечень партий, которые имеют все шансы пройти в парламент. Напомню, что это данные экзотполов по состоянию на 18 часов. Еще будут окончательные данные, данные уточненные. У нас есть Ольга Балакирева, которая проводила этот экзотпол. Здравствуйте, Ольга. Слышно нас? Добрый вечер. Скажите, о чем говорят эти цифры? Спасибо большое. О чем говорят эти цифры и насколько они будут отличаться от окончательных результатов выборов? Вот то, что мы сейчас озвучили. Насколько большой будет ошибка, погрешность? Я вас поняла. Прежде всего эти цифры говорят о том, что 7 политических сил имеют шанс быть в парламенте. И об этом говорят данные экзотпола. И поскольку мы говорим о том, что для политических сил ошибка может составлять около 2% для лидеров и не больше, чем 1,5% для тех сил, которые набрали меньше 10%, то, безусловно, могут быть некоторые сюрпризы. И, например, по объединению «Свобода» и по объединению «Батькищина», поскольку эти показатели, которые дал экзотпол составляют 5,8%, 5,7%, то есть разница от 5% меньше, чем 1,5%. Ольга, скажите, насколько вероятно, что эти сюрпризы будут? Мы можем ориентироваться на эти цифры или все-таки вы ожидаете какого-то подвоха? Вы знаете, в общем-то, всегда нужно ждать данных Центральной избирательной комиссии по результатам голосования. Всегда данные экзотпола – это предварительные результаты, которые ориентируют общество о том, как сегодня произошло голосование и чего можно ожидать. Я могу сказать, что по трем другим политическим силам, которые не преодолели 5% барьер по данным экзотпола, здесь можно стопроцентно утверждать о том, что они вряд ли окажутся в парламенте, потому что дистанция от 5% барьера за рамками той статистической ошибки, которую дают сегодня социалы. Давайте мы назовем, чтобы нашим зрителям было понятно, что точно не пойдет. Вот согласно данным экзотпола, кто точно не пройдет? Кто остался за бортом? Мы говорим о том, что коммунистическая партия не пройдет в парламент. Мы говорим о том, что гражданская, громадянская позиция Анатолия Гриценко не пройдет в парламент. И сильная Украина. В зоне риска. Кто в зоне риска? В зоне риска остаются объединения Батькищина и Свобода. Я понял. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу и за то, что пояснили зрителям эти цифры. Потому что, ну вот, я уверен, в эти минуты многие телевизионные каналы дают данные экзотполов. Их было несколько на сегодня. Самое главное, есть социолога, она нам абсолютно квалифицирована, четко объяснила, что означают эти цифры, как их понимать. Далее. Мы сейчас перейдем к штабам основных политических сил. Ух, с нами на связи многие наши корреспонденты. И мы сейчас узнаем, а вот как на эти цифры, на оглашение отреагировали те, кто, кому сегодня или пить шампанское, или все-таки производить разбор полетов. Евгений Киселев, в штабе блока Петра Порошенко. Евгений, что у вас говорят? Мне слово? Да, пожалуйста. Я прошу прощения, я совсем плохо вас слышу. А вот, здесь только что начинается брифинг Юрия Луценко и Виталия Кличко. Ну, что я могу сказать? Первая реакция всех, кто здесь присутствует, это то, что все-таки блок Петра Порошенко набрал, судя по данным экзит-полов, несколько, меньше процент голосов, чем многие ожидали. А с другой стороны, главные конкуренты в лице Народного фронта, во главе с премьером Арсением Юценюковым, набрали больше, больше процент голосов, опять-таки, чем предсказывали социологические опросы, опубликованные в середине недели. Ну и вот такая, соответственно, интрига. Кто будет премьер-министром, кто войдет в правительство, как будет формироваться парламентское большинство. Я думаю, что результаты будут сейчас обсуждаться непосредственно в ходе того брифинга, который начинается. Вот сейчас взял слово Юрия Луценко. Возможно, в ходе ответов на вопросы мы получим хотя бы предварительные ответы на самый главный вопрос. Что будет дальше? Евгений, ну вот вы видите лица людей, которые сейчас собрались в штабе. Все-таки они рады этим результатам или они больше озадачены и думают сейчас о будущем? Нет, я думаю, что лидеры блока, его руководители, его политтехнологи, те, кто занимался предвыборной кампанией, все-таки рассчитывали на несколько лучший результат. Вы вспомните, опросы, которые появились во вторник, в среду, те же самые демократические инициативы говорили о том, что будет результат в районе процентов 30. Спасибо большое, Евгений Киселев, наша вторая основная площадка. Именно к моему коллеге будут сегодня приходить основные политики для того, чтобы поговорить с ним, ну и с вами всеми. Далее еще один штаб. Максим Кушали в штабе радикальной партии Олега Лешко. Максим, какое настроение в вашем штабе? Что слышно? Добрый вечер. Ну, трудно сказать пока о настроении. Дело в том, что народ как раз к 8 часам сюда стал собираться, приехали и гости, и те, кто, собственно говоря, находятся в списке блока. Здесь есть и участники АТО, бойцы Айдара. Вот, но пока, я не знаю, если вам видно, люди как-то больше еще в расслабленном таком состоянии, они гуляют. Дело в том, что когда вот несколько минут назад было оглашение результатов национального экзит-пола, здесь трансляция именно этого экзит-пола была включена на большом экране. Вот видите, он вот так вот зависает, и поэтому, собственно, результатов никто пока еще толком не слышал. Ну, и лидера блока Олега Лешко пока еще нету, может быть, все ждут еще его. Студия. Ну, лидер блока на телевизионных эфирах, в том числе и в нашей студии он будет. Мы его спросим, как он отнесся к результатам. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, будем следить за тем, что у вас происходит. Далее, у нас есть Катя Лысенко в штабе Батькивщины. Катя, скажи, пожалуйста, ну вот только что мы услышали мнение социологов по поводу тех цифр, которые появились. Все-таки Батькивщина в зоне риска. Понимают ли это те, кто в штабе собрался? Добрый вечер, Дмитрий. Ну, в штабе Батькивщины все очень и очень спокойно. До этого времени не было никаких эмоций, ни громких заявлений, учитывая то, что сам штаб находится в партийном описе Батькивщины, то все эмоции, очевидно, в кабинете. И вот сейчас, в эти минуты, мы ждем появления Юлии Владимировны. От нее уже слышим реакцию на экзитполы, реакцию на цифры. До этого времени были только короткие и нечастые выступления представителей Батькивщины. Они говорили о правонарушениях, которые зафиксировали. Они говорили о солдатах, которые проголосовали сегодня в зоне АТО. И они говорили о том, что, в принципе, их подсчет по явке совпадает с данными ЦВК. Ну, а сама реакция Юлии Владимировны и ее мнение по поводу выборов мы услышим буквально в эти минуты. Ждем. Спасибо. Будем ждать реакции Юлии Владимировны. Есть у нас договоренность, что с самой Юлией Владимировной Тимошенко тоже у наших зрителей будет возможность вот так вот напрямую пообщаться, я так понимаю, с помощью телевизионного включения. Но, тем не менее, мы услышим оценку. Далее. Алла Матюшок в штабе оппозиционного блока. Да. Да. Есть у нас связь еще и с этой площадкой. Алла, как комментируют те цифры, которые только что озвучены? Потому что, насколько я понимаю, 10% результат весомый, на который даже многие из тех, кто здесь собрались, вряд ли рассчитывали. Добрый вечер. В самом штабе оппозиционного блока пока все спокойно и цифры пока не комментируют, потому что с минуты на минуту здесь ожидают приезда лидера оппозиционного блока Юрия Бойко. Ну, а пока особых эмоций нет. Нет. Хочу сказать, что здесь обеспокоены низкой явкой избирателей на юго-востоке страны. По некоторым данным, там проголосовало всего 30% людей, и на Донбассе некоторые участки так и не открылись. Здесь в оппозиционном блоке уже заявили, что проводят свой параллельный подсчет голосов на всех участках, и его результаты обещают объявить уже в 22.00. Ну, и как только придет Юрий Бойко, мы увидим, как его встретят, и о чем он расскажет, и все остальное сообщим вам позже. Спасибо за работу, остаемся на связи. Я так понимаю, всю сегодняшнюю ночь мы будем на связи с нашими коллегами. Почему Алла только что сказала о 22 часах? Дело в том, что ровно в 22 социологи объявят, ну, скажем так, окончательные итоги экзотполов. Все-таки вот те цифры, которые есть сейчас, это цифры по состоянию на 18. За два часа кто-то мог еще прийти, проголосовать, поговорить с теми, кто собирает данные экзотполов. Так что эти цифры немножко скорректируются, мы держим руку на пульсе. И еще один штаб, давайте мы вернемся, Елена Зорина. Она следила за тем, как партия «Заступ» шла на этих выборах. Елена? Да, Дим, добрый вечер, мы следим за настроениями в партии «Заступ». Это довольно молодая политсила, она создана несколько месяцев. И впервые участвует на этих парламентских выборах. И вот, судя по результатам, цифров показала довольно неплохой результат. Рядом со мной лидер «Заступа» Вера Ульянченко. И вот Вера Ивановна, скажите, удовлетворены ли вы таким результатом вообще? Ну, первое, я хотела бы очень благодарить всем, кто сегодня пришел на выборы и проволокировал для Украины за новую проевропейскую Украину. Другое, мы, конечно, очень довольны своим результатом, который сегодня дает «Зекол». Но мы уверены, что Петрахонов Голосов покажет еще немного другой результат. И очень благодарю всем прихильникам «Заступа», которые верили в нас, в новую политическую силу, которая всего существует два месяца. И за очень короткий термин выборчої кампании смогла досягти, на мой взгляд, очень хороший результат. И я хочу доверить своих выборцов, что они должны быть уверены, что мы их не оставим, и что мы никак не сможем не оправдать их доверие. А наоборот, мы очень снижены и очень снижены для дальнейшей работы. Мне кажется, что самое знаковое то, что новая политическая сила, которая представляет 14 миллионов населения, проживающих людей на сельских и селищных территориях, имеет серьезный шанс на дальнейших местных выборах и на дальнейших выборах в Украине. И очень хорошо, что новые политические силы с новыми обличьями, с новыми людьми, с хорошими идеями и конкретными программами, имеют такую серьезную поддержку в существенном мире. Это показывает на то, что люди, кто милися от старых политических сил, они хотят решающих действий. И, первое, конкретики. Мы не боимся, что эти конкретики будем за них отвечать. Спасибо большое. Спасибо второй площадке. Ну, вид, только что прозвучал месседж о том, что, возможно, люди устали от политических сил. Вот давайте сегодня будем говорить со многими гостями, узнаем, от чего же на самом деле хотят люди, как трактовать эти результаты. В студии уже съезжаются гости. Есть уже первый Вадим Рабинович, представитель оппозиционного блока. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А вы, наверное, вот здесь встаньте слева от меня, будет удобнее. Хочу сказать, что в эти минуты мы пытаемся наладить связь со штабом Народного фронта. Как только появится связь, сразу узнаем, а как же там восприняли цифры. Ну, и еще ждем в этой студии Сергея Власенко из Батьковщины, Андрея Порубия из Народного фронта. Они в дороге к нам присоединятся как только смогут. Вадим, начнем, наверное, тогда с вами, поскольку вы подъехали. Спасибо, что вовремя. Скажите, а как вам результаты? Ну, вы знаете, у меня двоякое чувство. С одной стороны, конечно, я рад тому, что большое количество избирателей при том, что творилось в стране, выразило нам свою поддержку, что они именно в нас увидели реальную оппозицию. С другой стороны, смотрите, 3,5 миллиона наших граждан не проголосовали на Донбассе. К сожалению, низкая явка в восточных регионах условлена явно грязной кампанией, которая велась с запугиванием. Поэтому, знаете, я все же не считал бы это абсолютно чьей-то победой. Я бы считал, что в тех условиях, которые вот есть, я считаю, наши результаты, а результат наш значительно больше, поверьте мне, потому что мы ведем, во-первых, параллельный подсчет, во-вторых, я знаю результаты в Харькове и в Одессе. Мы объявим свои результаты, я думаю, что очень многие люди, к сожалению, на их запулах просто боялись говорить слово «оппозиционный блок». Скажите, вот общее впечатление, если люди боялись, выборы прошли честно, да или нет, можно? Я не могу так выходить, сказать, черное и белое. Давайте я вам скажу следующим образом. Мы подведем итоги нарушениям, которые были с каждым в своем отношении. Но! Как можно назвать абсолютно хорошими выборы, в которых 4 миллиона людей не проголосовало? Ну как можно назвать эти выборы достаточные? Как можно назвать, если на восточных регионах явка до 25-30% из-за запугивания населения? Это что, нормальные выборы? И тем не менее, еще раз, страна все равно получила сильную, проукраинскую и жестко критикующую правительственную оппозицию. Это здорово. По поводу тех, кто не проголосовал. Ну, действительно, я соглашусь с вами, до 4,5 миллионов украинцев, возможно, не проголосовали. Это данные общественной организации «Опора». Ну, реальную картину. Реальную мы, видимо, узнаем только завтра, но уже сейчас понятно. Жители Донбасса и Крыма были лишены такой возможности из-за агрессии России и военных действий. В Донецкой области отдать свой голос не смогли очень многие, по некоторым оценкам, до 2 миллионов человек. Ну, 9 округов, а их в области 21, находятся под контролем боевиков ДНР. В Луганской области боевики контролируют 6 округов из 11, и не исключено, что там не смогли проголосовать более миллиона человек. Ну, и далее. Крым и Севастополь – это еще почти 2 миллиона украинцев. Проголосовать не смогли и многие участники АТО, ведь парламент не внес изменения в избирательные законы. Как итог, до 50 тысяч тех, кто в окопах и блиндажах, могли остаться за бортом. По крайней мере, таковы данные Центра Сбиркома. Ну, а еще есть переселенцы. Вот как им отдать свой голос? По данным Организации Объединенных Наций, почти 400 тысяч украинцев, задумайтесь, почти 400 тысяч человек из Крыма и Донбасса, поменяли место жительства внутри страны. Еще почти столько же выехали за пределы Украины. И вот наши корреспонденты проехали по прифронтовой полосе и узнали, кто там не смог принять участие в выборах. И устроили свое альтернативное голосование. У меня в руках урна с нашим неофициальным телевизионным голосованием. Мы объехали всю так называемую серую зону Луганской области и постарались собрать все мнения. Здесь уже 4 месяца живут без денег, часто без воды и света, под постоянными обстелами. И люди совершенно не следят за политической ситуацией. Они просто выживают. Подробности недели мы проводим акцию «Счастье лишен возможности голосовать». Мы предлагаем вам проголосовать или, может быть, пожелание написать кому-то из политиков. О, Боже мой, это же надо писать, я же не вижу политикам, чтобы они обдумались, чтобы было лучше жить. Кому вы даете симпатии? Ну, за Порошенко, конечно. Люди носят масло, гречку, а вы ничего не носят. Нет, мы предлагаем людям сделать выбор, за кого-то проголосовать. Ну, я думаю, что за Ляшка. Мне нравится. А что пишете? Я откладываю. Вот я. Что-то на камеру пожелаете политикам? Исправить положение в стране. Это самый лучший вариант. Спасибо. Что написали? Что написал? Ты написал, желаю, чтобы нынешняя власть изменила образ мышления, что называется по-гречески метанои, покаялась перед Богом за свои деяния. Пусть больше о людях беспокоится. Я написал, что я за мир. Пускай уже порешают эти политики. Крехизбинка, мы замерзаем. Чтобы они тоже поверли. Голосую за партию Петра Порошенко. И это было бы правильно, если бы в парламенте тоже было бы его, большинство было бы его партией. Ну, я считаю, что президента нужно поддерживать и не быть как лебедь, рак и щука. Ну, и Украина должна остаться единой. Я нахожусь анонимно. Так. Это такой человек, который, я думаю, считаю, что он может припадать поймать. Чтобы было понимание во всем и везде. А не так, что друг друга не поймут. Так, на выборы. Ваш голос будет услышан. Мы передадим это депутату. Спасибо. И поняли друг друга. Вот с этой урной мы объехали серую зону Донецкой области. В тех городах и поселках, где люди не голосуют, часто нет света, поэтому жители не смотрят телевизор и о кандидатах ничего не знают. Мы предлагали им не только проголосовать, но и написать свои пожелания политикам. Нам все равно, какая здесь будет власть. Мы хотим мира. На оппозиционный блок я бы голосовала. У нас нет ничего, ни света, ни газа, ни воды уже четвертый месяц. Мы так живем. Я вообще не хочу про Верховную Раду говорить. Вот то, что они сотворились с народом, это просто беспредел. Понимаете? За кого? Не за кого. Я не могу, я хочу, чтобы дети мои вернулись и жили в этом доме. Аня, пиши, 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 пиши. Я хочу мир. Вот так я хочу. Ни второго сегодня я не спала, я хочу рыба. Миру, я хочу миру. Не думай, на порушать могут наше. Ничего, ни одного слова не хочу написать. Я их даже смотреть по телевизору не хочу. Они там позажратые, миллиардеры. А за народ простой, они не думают, что вот идет зима, мы вот так вот агеты. Не пускай хлеба нету. Мы работаем вообще в Санкт-Петербурге. У нас в Санкт-Петербурге получается. Главное врачи у нас нет. Там, из Китин-ТЗР. Мы находимся на территории Украины. И нас ни там, ни здесь не принимают. Поэтому я не хочу ни голосовать, ни просить. За кого? Сказать? За Лешка. Почему? Да почему. Нравится. А можно я просто вот таким шрифом хочу мира. Это нормальное пожелание нашим политикам. Я никого не вижу. Вообще, я никого не вижу. Просто никого не вижу. Они могут что-то сделать. Они могут прекратить войну. Они могут выплатить, выплачивать, пенсию. Они могут что-то сделать. Подробности недели, ночь выборов. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. Я верю, что Сергей Власенко появился в студии. Спасибо большое, что приехали. Вот просто проходите. Встановите здесь у пепитера. Аккуратно кран. Да. Добрый вечер. Вечер добрый. Есть возможность тогда вас обоих спросить. Что теперь будет с парламентской коалицией? Ну, вы теперь представители парламентских сил. И кто будет представлять тех, кто не сумел проголосовать? Вот только что у нас вышел сюжет. Очень трогательный. Вы готовы представлять интересы тех, кто не мог сегодня по объективным причинам принять участие в голосовании? Вы знаете, не только 3,5 миллиона не проголосовали. Я думаю, что из тех, кто является беженцами, тоже мало проголосовал. У нас, я честно, много людей, которые приходили, их не было в списке. Им говорили, идите в суд. Очень много людей не проголосовали. Тем не менее, мы имеем, что имеем. И я думаю, что оппозицию будут формировать теперь те партии, которые... Простите, коалицию будут формировать те партии, которые, я думаю, к сожалению, представляют не самое мирное направление нашей жизни. Посмотрим, что будет. Я думаю, что мы будем все-таки находиться в достаточно жесткой оппозиции. Я думаю, что мы будем все-таки доказывать то, что произошло в стране. Это не прямые и нечестные выборы. Я думаю, что результаты будут другие. И самое главное, я думаю, что не всей Украине дали высказаться. Это очень плохо. Сергей, вы в оппозиции или в область? На что вы настроены? Ну, вы знаете, по-перше, давайте дочекаемся официальных результатов. Это по-перше. По-друге, экзит-полы не стосовались мажоритарной складовой. Давайте посмотрим, что будет там. Какие ваши резервы? Ну, давайте посмотрим, что там будет. На жаль, мы еще не получили информации. Сейчас у нас 20-25, то есть лишь 25 минут назад закрылись те дельницы, где можно было голосовать. Единственное, что я могу сказать про партию «Батьковщина», что мы будем, ну, по-перше, отстойвать интересы людей в парламенте. И будем отстойвать те ценности, про которые мы говорили. Завжди это первый европейский выбор, абсолютно чётко и зрозуміло. Друге, мы будем отстойвать наш выбор, связанный с системой коллективной безопасности НАТО. И, конечно, мы будем бороться с коррупцией. Вы мне скажите, те цифры, которые щойно вся Украина почула в экзит-полах, на вашу думку, они будут сильно отличаться от остаточных цифр? Ну, вы знаете, исторический досвид говорит про то, что отменности есть завжди. И мы можем говорить про певные тенденции. Мы можем говорить, что на этих выборах, в принципе, украинцы доверили, ну, принаймні, в партийной части, доверили владу тем политическим силам, которые имели эту владу после Майдана. Это и Петро Алексеевич Порошенко, и Арсений Петрович Аценюк. Скажите, по поводу коалиции, как долго, ну, вот сейчас вся Украина, как бы мы пережили выборы, нам придется пережить коалициаду. Дай Бог, чтобы это было быстро, но тем не менее, есть опасения. По-вашему и по-вашему вопрос к вам обоим. Как долго будут длиться переговоры по поводу создания коалиции? Я еще раз хочу все-таки повторить свои слова, что сегодня было сказано вот моим коллегой, что сегодня Украина выбрала вот эти две партии, и Арсений Порошенко в большинстве. Я все же считаю, что надо добавить одну фразу, следить тех украинцев, кому дали проголосовать. Это очень важная вещь, потому что цифры, которые мы с вами считаем, они просто глобально другие. А из тех, что проголосовали, действительно, пока проголосовали так, мы еще не знаем результатов. В любом случае, я могу сказать, что меня, например, никогда не интересовало вот этот вот длительный забег, кто скорее какое кресло выхватит. Я вообще сомневаюсь, что мы будем участвовать в этом всем, потому что те экономические инструменты, которые предлагают сегодня вот эти партии, они, я считаю, катастрофичны для Украины. То есть вы в коалицию не собираетесь? Я лично не собираюсь, точно. Понятно. Я хотел сказать, что только что мы получили картинку из штаба Батьковщины. Юлия Владимировна Тимошенко выступает. Давайте сделаем так, у нас будет возможность с ней лично поговорить. Буквально в начале следующего часа, поэтому, Сергей, я просто вам адресую вопрос. Скажите, а вот Юлия Владимировна, говорит ли она сейчас о Надежде Савченко? И по-вашему, то, что, ну, практически она уже народный депутат, лидер списка, поможет ли это ей выйти на свободу? Мы говорили неодноразово про то, что мы застосовываем все возможные механизмы щодо звольнення Надії Савченко и героини Украины. Мы вважаем, что то, что происходит с Надеей, не имеет ничего общего с юриспруденцией. Это очевидно для всех. Это абсолютно чисто политическая справа. А именно поэтому мы выполняем все возможные действия для того, чтобы, ну, по-перше, не дать возможности путинскому режиму ее закатывать, потому что вы знаете, что ее силомизм перевели, нібито, для проведения стационарной психологической экспертизы, что очень сильно напоминает методы Радянского КДБ 80-х годов. Это с одного боку, а с другой боку... Но сейчас, когда вы почули цифры, шансов стало больше. Это не только наша позиция. Адвокаты, российские адвокаты Надії тоже вважают, что отримание на нее статусу народного депутата сделает ей свободу больше имоверным. Дай Боже, я должен прервать наших гостей. У нас сейчас есть экстренная прямая связь. У нас в Краматорске Ирина Баглай. Скажите мне, где связь? Да. Наши корреспонденты весь сегодняшний день следили за тем, что происходит на востоке Украины. Ир, как прошло голосование в Донецкой области? Да, Дим, на избирательных участках в Краматорске выборы прошли спокойно, без провокаций. Но нужно сказать, не везде избиратели Донбасса смогли сделать свой выбор. К примеру, в Попасной, где готовились к выборам, ни один участок не открылся. Почему нам так и не удалось выяснить? Местная власть так и не вышла даже на телефонную связь. А вот жители очень сожалели, что не смогли сделать свой выбор. Так нас никто никуда не приглашает. И нам и никуда идти даже. У нас не то, что люди не идут. У нас некуда идти. Некуда идти нам. И что касается боевых действий. Тяжелой остается ситуация на блокпосту в районе села Смелого. Как нам сообщили бойцы, которые пытались туда повезти, провести хоть какие-то продукты и просто воду. 32-й блокпост в окружении боевиков. На дороге лежат заминированные, по их словам, тела нацгвардейцев. И боевики поставили ультиматум. Если они не сдадутся, завтра их разобьют. Воды, как президент сказал, туда не было доставлено. Сепаратисты не пускают туда. Тела, которые там остались, идут по ним переговоры. Идут переговоры, потому что бы пропустить туда машину с гуманитарной помощью, с водой, с пищей, теплой одеждой. Пока безрезультатно. Обстрелы пока в ближайшие эти дни не велись. В целом же сегодня в зоне АТО можно говорить о затишье. Вернее сказать, количество обстрелов сократилось до 11. Самые горячие точки по-прежнему остаются. Район Дебальцево, точнее, боевики вели огонь по позициям украинской армии. В Никишино и Чернухино. И, конечно же, как обычно, атаковали Донецкий аэропорт. Дмитрий. Спасибо, Игорь, что с нами на связи. По поводу Краматорска, где сейчас Ира, я хочу сказать, что президент Порошенко первую половину дня провел в Краматорске, в зоне антитеррористической операции. Там он общался с военными, с жителями Донецкой области. Побывал и на избирательных участках. И вот после полудня уже сам голосовал. Было это уже в Киеве. Порошенко голосовал недалеко от Верховной Рады, в Доме офицеров. И вот что сказал президент. Проголосовал за майбутнє, проголосовал за европейскую направленность розвитку, проголосовал за оновлення влади. Я дуже сподіваюся, что мы будем мати, так как мы маємо все, нову країну, как мы маємо після революції гідності нового президента. Я впевнений, мы будем мати новий уряд, нову проевропейскую коалицію и новий парламент. Ну а в Луганской области наш Андрей Лач. Андрей, а как в Луганской области выбирали депутатов? Насколько сложно все было? Дима, прямо сейчас члены 185-й участковой избирательной комиссии в Северодонецке посчитывают голоса. Избиратели снять мы это не смогли, нас оттуда настоятельно попросили или предложили остаться до конца подсчета голосов. До утра мы остаться не можем, ночь у нас будет информационно насыщенная. Тем не менее, голосование по Луганской области, в частности по Северодонецку, прошло без значительных нарушений. Правда, вот в Папаснянском районе все оказалось куда сложнее. Там все, вот, открылось, у нас две комиссии работают нормально, остальные все комиссии. Вот ждем результатов, потому что связи нет, и мы не знаем, работают они или не работают. По крайней мере, от них нет никаких сведений. Самым активным по традиции было старшее поколение. Около участков они начали собираться уже около 8 часов, причем поток желающих отдать свой голос не прекращался вплоть до закрытия участков. Ради голосования бросали даже огороды. Еле приехали специально для выбора сюда, примчались. Хочу, чтобы на Украине быстрее восстановилась стабильность, чтобы всем людям нормально жилось, был покой во всех городах, семьях. Молодежь после обеда, после четырех, наверное, появилась, но не в многочисленном количестве. Мы ждали от них большего, думали, что судьба Родины их интересует. Здесь, в Луганской области, очень опасались провокации и террористических актов в день выборов, поэтому участники до сих пор охраняют регулярные части украинской армии и добровольческие батальоны. В состоянии повышенной боеготовности бойцы проведут всю сегодняшнюю ночь, пока не закончится подсчет голосов. А мы остаемся здесь и внимательно следим за развитием событий. Дим. Спасибо, Андрей Лащ. Из Луганской области я напомню, что вот в этих условиях, как проголосовали украинцы, давайте еще раз дадим, если есть возможность, графику и цифры экзотпола, которые проводили по нашему заказу, по нашей просьбе. Итак, согласно данным социологов, напомню, данные по состоянию на 18 часов, поэтому могут немного скорректироваться. У блока Петра Порошенко 23,1% голосов. Далее, на втором месте социологи говорят, что Народный фронт 19,7%. Третье место самопомощь, порядка 11%. Оппозиционный блок 9,9%. Партия Олега Лешка 6,6%. Далее, Свобода 5,8%. И Батьхевщина с небольшим отставанием, практически на 0,1%, 5,7%. Напомню, это данные соцопроса на выходе из забирачных участков, которые проводили по нашему заказу. Но, если будет возможность, мы сравним с теми экзотполами, которые проходили тоже еще сегодня, для того, чтобы просто у нас была точная картина с вами. И только что мне сказали, что в штабе Петра Порошенко к Евгению Киселеву, моему коллеге, на вторую точку подошел гость. Я так понимаю, что это Виталий Кличко. Если можно, давайте с ними связь дадим. Дмитрий, мы на связи, я не знаю, слышите ли вы меня или нет. Да, вот теперь и слышим, и видим. Вот теперь вы можете продолжать. Спасибо вам. Ну что, закончился брифинг Юрия Луценко и Виталия Кличко. И теперь Виталий Кличко рядом со мной. Я хотел бы задать ему некоторые из тех вопросов, которые прозвучали на брифинге, но теперь уже только для зрителей нашей программы. Виталий. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, самый главный вопрос. Социологические данные, которые были опубликованы на минувшей неделе, предсказывали вам лучший результат, чем пока что показывают экзитполы. Вы разочарованы? Вы ощущаете, что вас постигла какая-то неудача? В данном случае мы сегодня можем говорить не об успехе какой-то отдельной политической партии, либо какого-то персоналя политика. Мы сегодня говорим об успехе Украины. Сегодня оновленный парламент, новый парламент. И самое главное, подавляющее большинство в этом парламенте является представителем тех демократических партий, которые видят развитие Украины в Европейском Союзе. Самое главное, европейские ценности являются приоритетом для развития Украины. И в этом ключе я уверен, что в ближайшее время будет сформирована коалиция, которая будет ставить перед собой... А кто войдет в коалицию? Вы знаете, они те же самые демократические партии, которые декларировали европейские ценности. Мы говорим о блоке Петра Порошенко, мы говорим о Народном фронте, мы говорим о Батьковщине. То есть я уверен, что эти политические силы и сформируют большинство. Ну а вот буквально на днях ваш коллега Юрий Луценко говорил о том, что новая коалиция будет сформирована по новым правилам, что в ней не будет привычных партийных квот. Вот как вы это понимаете? Я уверен, перед нами стоят ключевым приоритетом не партийные квоты. Максимально быстрая реализация реформ. Это то, что ожидает на сегодняшний день общество от власти. В противном случае и не данный парламент, не власть. Если мы снова начнется повторять ошибки десятилетней давности, когда придя ко власти после революции начали партийные функционеры бороться за посады, за передел власти, за сферы влияния, на сегодняшний день. Никого не интересует сфера влияния, на сегодняшний день нас всех украинцев интересуют реформы, как можно больше, как можно быстрее, чтобы ждать, уже у нас времени нет. Не, ну все-таки, посмотрите. Все ждали, что вы покажете процентов 30. Вы показали, опять-таки, по данным экзитполов, процентов 23-25. Вот почему на эти 5-7 процентов меньше? Не потому ли, что люди разочарованы результатами реформ, которых, ну, почти нет пока что, и в некотором смысле возлагают вину на президента, на лидера вашей партии? Я хочу подчеркнуть, что практически те же самые цифры, которые были, замерялись, они были идентичными с теми цифрами, которые сегодня показывают блок Петра Порошенко. Уверен, что ожидание очень большое среди людей и реализации. Еще раз хочу подчеркнуть, самое главное, как можно быстро реализовать те реформы, которые ждет общество, ждет Украина. Ну что ж, успехов вам, Виталий. Я напомню, у нас в прямом эфире на вопросы подробности недели отвечал Виталий Кличков. Спасибо большое, мой коллега Евгений Киселев. Напомню, это наша вторая основная площадка в штабе Блука Петра Порошенко. Он будет говорить со многими гостями. Пан Андрей Порубизиев, вы все в студии. Дякую, что подъехали. Будь ласка, проходьте, у нас сегодня без... Да, будь ласка, у нас сегодня без... Да, нет, нет, нет. Добрый вечер. Додатковых запрошен был. Дэн, так и. У меня вопрос к вам всем. Скажите, вот те цифры, которые мы сейчас озвучили, чем обусловлен выбор украинцев? Разочарованием, надеждой? Многие партии ожидали совсем не те цифры, которые вот сейчас назвали социологи. Пан Андрей, вы сегодня зашли, я пошел с вас. Я считаю, что сообщество украинское очень изменилось после Майдана. И изменилось в том аспекте, что стал на много высший уровень громадянской сведомости и ответственности, что очень важно. И мы видим это в результатах. Зверните внимание, коммунистическая партия впервые не прошла в парламент. Я считаю, это большой успех. Потому что одна вещь – заборонить закон, а другая вещь, когда люди забороняют своими голосами, своими голосами. И это важно. И самое важное, что большинство политических сил, которые прошли в парламент, говорят про украинские, про европейские ценности. И это, очевидно, и есть наиболее победа и наиболее успех для Украины. – Вадим, как вы объясните эти цифры? – Вы знаете, я еще раз просто верну вас к тому, что произошло у нас. У нас не проголосовало такое количество людей, что говорить об одном выборе очень тяжело. Я сегодня ехал в день запрещенный для агитации по Киеву. Видел весь Киев в бело-красных цветах и не видел синих наших. И вот я подумал для себя, что демократический выбор – это не мелкое жульничество. Это действительно демократические ценности. Вот мне кажется, что начинать надо каждый раз с себя. Мы все декларируем демократические ценности. Каждый человек, который я сколько вижу, 23 года, кто бы не победил на выру, он приходит делать реформы, побеждать народу лучше, а потом мы ищем за границей, где-нибудь они прячутся. Вот я хочу пообещать вам, что мы этого делать не будем. И очень хочу надеяться, что наши коллеги, которые сформируют коалицию, будут все-таки делать коалицию, как правильно было сказано, проукраинскую и ответственную. Потому что надо ответственность сегодня уже начинать. И я очень надеюсь, что мы построим сильную страну. Но мы будем конструктивной жесткой оппозицией. Сергей, как Вы прокомментируете цифры? То есть это с распачью, это от отсутствия реформ, от образа? Или, наоборот, люди голосовали от надеи? Вы знаете, я уже коментовал, сегодня эти цифры могу только повторить, что на самом деле, если мы будем анализировать экзит-полы за партийными списками, а украинцы сегодня отдали свои голосы за те политические силы, которых Майдан привел к владею. Это Петро Порошенко и Арсен Яценюк. Я еще добавлю, всю современную историю Украины, на самом деле, в Украине брала участь не большая количество партий. Было две партии. Одна, открыто, про Российская, как партия регионов и коммунистов, и проукраинская. И весь час перевага была в один-два голоса. И, фактически, это было очень большой проблемой для проведения будь-яких реформ. Вперше, наголошу, вперше, у нас не будет вот такого в один голос переваги, а будет серьезная большинство. Я уверен, что Народный фронт, который станет основой новой большинства, эта большинство будет становиться более 300 депутатов, чтобы мы смогли, проводя реформу, иметь не просто 226 голосов, а и 300 голосов для возможных внесений в Конституции. У нас, спросите, у нас только что появилась связь с Мариуполем, как голосовали в серой зоне, что там рядом было, как происходило, не побоялись ли люди прийти на избирательные участки. Прямо сейчас у нашего корреспондента узнаем. Связь наладили, связь плохенькая, но, тем не менее, надеюсь, все увидим и услышим. Там Эльвина Сибулаева. Что у вас, какие данные, и как вообще голосовали люди, как прошел этот день в Мариуполе? Да, выборы в Мариуполе прошли не везде. Гладко побывали мы сегодня в Волновахе. В этом округе не всем раздали пригласительные на выборы, а также на участках не было официальных программ-кандидатов. В Волновахском районе 161 избирательный участок. Это 184 тысячи избирателей имели право сегодня воспользоваться конституционным правом. Однако, больше половины, не по своей воле, этого права лишены. Там, где они живут, территория занята боевиками. В серой зоне, или еще называют буферная, члены комиссии побоялись открыть участки. Возможно, это связано с давлением со стороны террористов. 50 у нас сразу не открылись, там военные действия. А со 111 открылись 75 комиссий. Там проблемы со списками. Участковые комиссии не укомплектованы. Где желающих не было, где присягу не принимали. В другой комиссии была ситуация нештатная. Была попытка молодыми людьми зайти туда с левыми протоколами в брос. Нас позбавили права, так. И нас много таких. И хотим обратиться к суду. Мы тут не имеем возможности. Выявляется, что суд не работает. За Волновахой буферная зона после территории подконтрольной ДНР. Тут перед выборами местные жители часто слышали звуки тяжелых орудий. Однако люди пришли и выполнили свой конституционный долг. И не напугало это их. Лишь признаются о кандидатах, практически не знают. Тут полноценного доступа для информации нет. Кто хочет, тот придет, конечно. Ничего его не остановит. Выбор очень сложный, потому что у нас мало информации. Мало мы знаем о тех людях, которые идут в политические партии и все. Потому что то глушат радио, то глушат каналы. Я не сомневался. Я и раньше говорил, и сейчас говорю. Я пошел голосовать. Пойду и буду бороться за Украину. Чтобы была единая. Вместе с мариупольцами голосовали военнослужащие вооруженных сил Украины, нацгвардии, полк Азолы и спецбатальоны, которые охраняют рубеж Мариуполя. В перерыве между боевыми выходами успевали выполнить свой конституционный долг. На выборы приходили с патриотическими чувствами. Это первые выборы демократичные для Украины, в истории Украины. За это и стоял Майдан, чтобы народ выбирал сам себе владу, а не влада решила, кого выбирать за народ. Я гражданин Украины. Все, всем все сказано. Я еще не одни выборы не просто. Я всегда голосовала. Вони очень важливые. Очень важливые. Пора уже прибирать тех, кто это по рухному трусит там по Раде. Молодых, активных и тех, которые еще любят Украину и нас с вами. Больше, чем себе. В Мариуполе воспользоваться своим правом могли и 335 тысяч избирателей, но воспользовались по последней информации каждый третий. Во время выборов правоохранители Донецкой области открыли 5 уголовных производств по поводу нарушения избирательного законодательства. Пока это вся информация на эту минуту. Коллеги, спасибо. Ну вот, что в Мариуполе происходило. А знаете, у меня к вам вот такой вопрос. Вы абсолютно правы, Сергей, когда говорили, что те цифры, которые мы сейчас называем, я еще раз их назову, это цифры все-таки по партиям. Я вот сейчас назову цифры, а вас всех попрошу ответить на вопрос, а как может измениться расклад, когда добавятся мажоритарщики? Потому что важная тема. Окей, давайте все-таки еще раз нашим зрителям напомним цифры. Итак, наших Z-Pol, которые проводили социологи на выходе с избирательных участков по заказу нашей программы, нашей редакции. Согласно этим данным, блок Петра Порошенко, 23,1, Народный фронт, 19,7, Самопомощь, 11, Оппозиционный блок, 9,9, Радикальная партия, 6,6, Свобода, 5,8, И Батькивщина, 5,7. Но на самом деле это опрос, это данные партий. У нас представители оппозиционного блока Батькивщины, Народного фронта в студии. Будьте добры, верните студию. Мы должны прерваться на рекламу. Вернемся ровно в 9 в этом же составе и поговорим, ну а как на эти цифры повлияют мажоритарщики, которых мы с вами тоже сегодня избирали. Вернемся ровно в 9 веке. Это подробности недели, специальный выпуск. Я Дмитрий Анопченко. Всю сегодняшнюю ночь мы вместе с вами следим за результатами, за данными социологов, за теми нарушениями, которые могут быть. Мы в прямом эфире, вот честное слово, сложно предсказать, что будет в следующую минуту, какие гости появятся, какие включения. В режиме прямого эфира, в режиме реального времени следим вместе с вами за тем, что происходит. Я хочу напомнить в начале часа цифры. На данный момент это цифры социологов, цифры опросов на выходе из избирательных участков, так называемых экзетполов. Так вот, тот экзетпол, который проводился по нашему заказу, свидетельствует, что блок Петра Порошенко получил практически 23,1% голосов. На втором месте, по данным социологов, Народный фронт 19,7%, партия Самопомощь 11%, оппозиционный блок 9,9%, радикальная партия Олега Лешка 6,6%, партия Свобода 5,8% и партия Батькивщина 5,7%. Таковы данные социологов. Я напомню, что буквально через час мы получим данные окончательные, потому что вот это те цифры, которые те, кто собирал голоса, те, кто говорил с избирателями, получили только по состоянию на 18. Наши гости, Вадим Рабинович, оппозиционный блок, Сергей Власенко, Батькивщина, пан Андрей Порубий из Народного фронта. Я хотел вас спросить, вот как изменятся эти цифры в зависимости от того, когда мы поймем, кто из мажоритарщиков прошел в Раду? Позвольте. Да, пожалуйста. Я хотел все-таки ответить еще пану Порубию, который так легко поделил нас с Украиной на проукраинскую, пророссийскую. Я думаю, что это абсолютно неправильный подход. Я думаю, что оппозиция, в первую очередь, проукраинская, а не какая-то другая. Я думаю, что сотни тысяч людей, отдавших голоса оппозиционному блоку, не надо называть про какими-то. Я думаю, что демократия не в этом. А кто из нас настоящая проукраинская армия, партия, давайте посмотрим месяца через четыре. Поэтому я видел очень многие партии, которые приходили к власти у нас в стране, проукраинские в Ишиланках, а потом сбегали куда-нибудь дальше. Поэтому не надо нас делить на прорусских, проукраинских. Мы все проукраинские. Мы все, и оппозиция, и власть должна быть проукраинская. Мы должны думать об интересах украинцев. Но нельзя доничан, харьковчан, одесситов сразу впихивать в прорусский или в какой-то мешок, потому что они не голосуют сегодня за власть. Мы все украинцы, и то, что нам не дали проголосовать 3,5 миллионов, это очень плохо. И то, что явка 50%, такая подведенная, что половина страны не голосовала, это тоже плохо. Запуганные люди. Поэтому голосовалось за оппозиционный блок намного больше людей. Но это не про русские, не про румынские, это все про украинские люди. Хорошо, как бы ни голосовали, запугай, пожалуйста. Я не зрягую, згадывал бы моё прізвище. Вы знаете, я згадываю Харьковские угоды, когда партия регионов выдавала Чорноморский флот России. И это в великой мере стало причиной того, что здесь было в Крыму. Я згадываю законы 16 сечня, когда голосовала партия регионов. Я вот и подходил и сказал, вы проголосуете не за закон, вы натискаете курорт пистолета в тех хлопцев, которые стоят на Майдане, но все равно проголосовали. Потому что когда я говорю, что те люди, которые идут сейчас в обеспечивленной области, это те люди, которые сгадывали свое пребывание в Верховной Раде, те, кто голосовали. Вы должны были вообще не голосовать. Но это второй вопрос, надо больше так делать. Все, кто 16 сечня голосовали, вообще не в Мирской Раде, не в Украинской политике. Это ваше мнение. Вот я и говорю свою думку, которая показана фактами. Давайте выкинем украинские в Украинскую политику. Дорогие гости, я бы сказал, скажите, а как вы будете проявлять, договариваться, если вы вот здесь, в студии, первые минуты после... Я про мажоритарников. Я закинчу, доброе, потому что мы с ними не будем договориться про коалицию. По мажоритарнику, я скажу, будет так же самое співотношение, я думаю, как есть и процентном співотношении. Я за выборы проехал в большинство областей, мав понад 200 случаев, могу сказать, что от Народного фронта, в частности, где величезная кілька сильных кандидатов, я думаю, что от нас кількість мажоритарників процентно будет так же, а, возможно, даже больше представлено в Верховной Раді Украине. Сергей, как вы считаете? Вы знаете, была заявка Министерства внутренних справ про то, что больше 140 криминальных справ было порушено за период передвиборчей агитации за подкуп выборцев. На жаль, на этих выборах мы побачим, чи на счастье, мы побачим, чи є у украинцев сьогодні щеплення проти коррупции, політичної коррупции, чи готовы украинцы продолжать голосовать за гроші. Мне непокоить ця цифра, и мне непокоить трошки и иншая цифра. Если я не помиляюсь, снова-таки, близко 140 депутатов, которые голосовали за законы 16 сечня, повторно балотировались на этих выборах в парламент. И только за последствием остаточного рассчитывания голосов мы побачим, чьи эти депутаты сруйнуют это голосование украинцев по партийных списках, или нет. Я так дещо осторожно отношусь к этому, потому что мне известны примеры того, что сейчас происходит в Одессе. Мне известна несколько других примеров, где те люди, которые голосовали за законы 16 сечня, скорее всего, за все потрапить до Верховной Арии. Знаете, давайте там далеко не заглядывать. Вот в ночь выборов мы все-таки пытаемся разобраться с тем, кто проходит, каковы последствия. У нас есть мой коллега Евгений Киселев сейчас на связи из штаба блока Петра Порошенко. Важная тема, которую я хотел бы обсудить. Дело в том, что... Дело в том, что сегодня Александр Турчинов заявил, что новая коалиция должна быть создана как раз на основе Народного фронта. Евгений, а как комментируют вот это заявление в блоге Петра Порошенко в вашем штабе о том, что именно Народный фронт должен стать стержнем новой коалиции? Были ли какие-то комментарии? Комментарии, скажем так, уклончивые. У меня такое ощущение, что пока над возникшей сейчас ситуацией люди размышляют, если бы не было определенных разногласий, определенных противоречий между разными группами интересов внутри нынешней политической элиты Украины, вот этой постмайданной политической элиты, то и не было бы двух разных предвыборных списков. Списка партии блока Петра Порошенко и списка Народного фронта. Наверное, был бы один единый список. Но мы имеем ситуацию, когда все-таки есть разные группы интересов, как говорится, на политологическом языке. И сейчас, как мне кажется, люди просто пытаются осмыслить новую реальность, которая возникла в результате того, что блок Петра Порошенко набрал чуть меньше голосов, чем многие ожидали, а Народный фронт, в свою очередь, набрал чуть больше голосов, чем ожидали многие. И, конечно же, все это будет решаться по итогам голосования и подсчета голосов в мажоритарных округах, потому что совершенно не исключено, что блок Петра Порошенко получит значительно больше голосов в мажоритарных округах, чем Народный фронт. Или, наоборот, Народный фронт получит больше голосов, чем блок Петра Порошенко. Поэтому все это, наверное, будет решаться где-то уже в понедельник или даже во вторник, когда будут окончательно ясны результаты подсчета голосов в одномандатных округах. Вот примерно такие разговоры здесь ходят. Ну и разумеется, если говорить, скажем, о кандидатуре премьера, ну я не хочу называть конкретно имена тех людей, которые мне об этом говорили, но обстановка примерно такая, или, скажем так, настроение примерно такое, что разумеется, после того, как Народный фронт показал тот результат, который он показал, высокий результат, конечно же, приходится с этим считаться при определении кандидатуры нового главы кабинета министров. Евгений, спасибо за ваше включение. Я напомню, что к Евгению Киселеву на нашу вторую площадку в штаб-блок Петра Порошенко весь сегодняшний вечер будут приходить политики. Только что у нас Арсен Аваков появился на связи. Как мне удобнее стать, чтобы было видно гостя. Вечер добрый, слышите нас? Господин Аваков. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, я хотел вас попросить в первую очередь прокомментировать информацию, которую мне буквально только что в студию принесли о том, что на блокпостах будут менять военных на пограничников. Для чего это делается? Что происходит? Вы могли бы прокомментировать? Я думаю, что комментарии вдоль линии военных действий будет давать генеральный штаб. Это будет и корректно, и правильно. Давайте я вам скажу свежую информацию по 217 округу в городе Киеве. Там у нас происходят неординарные события. Глава окружной выборчей комиссии решил провести некоторые манипуляции с компьютером и системой выборы в попытках повлиять на голосование. Факт был изоблечен. Сейчас следственная группа СБУ и МВД проводят задержание этого товарища. И я хочу на этом факте сказать всем, кто сейчас меня услышит, это очень важно для всей страны, всякий, кто будет манипулировать выбором народа, всякий, кто будет пытаться вмешаться в воле изъявления, или через подкуп, или через манипуляцию с протоколами, или через манипуляцию системы компьютерной, как это было в этом случае, будет наказан в соответствии с жестким наказанием, которое предусмотрено новым законодательством. Здесь за такое нарушение до 8 лет тюрьмы. Я надеюсь, что этот случай будет единичным. Однако в том же 217 округе, там где баллотируется один небезызвестный, одиозный кандидат, у нас появилась группа тетушек, группа людей из общественных организаций с автоматическим оружием. Люди эти были локализованы, сейчас они находятся в райотделе, допрашиваются и тоже будут оформляться на задержание. Господин Аваков, спасибо. У меня по поводу выборов, к вам есть еще вопросы. Скажите, я понимаю, что вы будете претендовать на то, чтобы именно представитель вашей политической силы стал премьер-министром. Какова цена вопроса? И вот вы лично, вы планируете остаться министром внутренних дел? Политическая партия «Народный фронт» не скрывала от страны и шла на выборы с ясным и четким месседжем. Мы предлагаем стране выборы премьер-министра и наш кандидат Арсений Ценек. И коли наша партия получила такую поддержку населения, такую поддержку людей, я думаю, что было бы корректно нам в этой ситуации и предлагать партнерам по коалиции дальше это решение. Состав коллекционного правительства – это состав договоренности. Я очень рад, что мы можем с проукраинскими демократическими силами, с блоком Петра Порошенко, с нашей партией, с другими демократическими силами создать коалицию, независящую от вчерашних коммунистов и к ним премпнувших. Так вы рассчитываете все-таки остаться министром внутренних дел? Я рассчитываю, что наша партия будет достойно представлена в правительстве. А состав министров, я думаю, что мы определим на совете коалиции. В этом нет никакой проблемы. Тот, кто будет продолжать реформы МВД, которые мы стратегически утвердили несколько дней назад, тот человек и будет министром внутренних дел. Поручат мне, буду я. Спасибо большое, что присоединились к нам. У нас у Евгения Киселева на площадке есть сейчас Юрий Луценко, у которого наверняка свой взгляд на будущие кадровые вопросы, на состав правительства. Евгений, я готов передать слово вашей площадке, вы можете поговорить с гостем. А мы уже в эфире, Дмитрий? Да, вы всегда в эфире, вы с нами всегда, мы готовы сейчас услышать вам. Извините, просто здесь очень громко идет трансляция... Я вас понял, я вас понял, просто извините, тут очень громко идет трансляция пресс-конференции, которые продолжаются одна за другой. Вот сейчас закончилась пресс-конференция, или, скажем так, брифинг Мустафы Джамильева. Вот сейчас у меня действительно рядом со мной появился Юрий Луценко, и к нему несколько вопросов. И уж извините, Юрий Витальевич, за то, что, может быть, некоторые вопросы будут повторять те, которые вам задавали во время брифинга. Итак, чем вы объясняете такой результат? Все-таки многие ожидали, что ваш результат будет выше. Я думаю, что сегодня мы имеем очень хороший результат. Украина провела честные выборы и создала мощную проукраинскую и проевропейскую большинство в парламенте. Этот результат радует всех, кто год назад начинал перезагрузку украинской власти и добивался европейской интеграции. Касательно блока Петра Порошенко, то мы получили ровно тот результат, которого стартовали. И мы в большой конкуренции с нашими коллегами удержали свой процент и свое первое место. Да, правда, что мы могли иметь несколько больший результат. Но с времен президентской кампании мы сознательно не ввязываемся в противостояние. Не отвечаем на наявные и даже придуманные воины компроматов. Может быть, мы потеряли несколько процентов. Зато создали прекрасную площадку для работы как единой команды уже с первого дня. Без обид, без противостояний, без внутренней сплоки. Ну вот смотрите, Александр Турчинов, один из лидеров Народного фронта, заявил о том, что именно на основе Народного фронта должна быть сформирована коалиция, новое правительство, которое должен возглавить Арсений Яценюк. Как вы к такому заявлению относитесь? Я считаю, что новая коалиция должна создаться не на основе любого политического списка. Не на основе любого самого чудесного политического лидера, а на основе плана работы. Нам нужно не противостояние ярких личностей. Это уже погубило демократов в 2005, 2007 и 2010 году. Нам надо конкретный план европейских реформ, за который возьмет на себя обязательства парламентское большинство и будущее правительство. Вот тот, кто подпишет конкретный календарный перечень необходимых реформ, тот и станет будущим парламентским большинством. А кто... Извините, я вас перебью, но не совсем понимаю. Имеется в виду конкретные люди, которые подпишутся под этим планом, или политические силы? Календарный соглашение готово. В нем прописано более 60 реформ. Предусмотрен механизм ежемесячного отчета парламентского большинства и правительства за их исполнение. Сегодня избиратели дали возможность сформировать такое большинство. Блоку Петра Порошенко, Народному фронту, Самопомощи, Свободе, другим партиям, вышедшим из Майдана. Они должны сегодня принять для себя решение. Что для них важнее? Личные партийные квоты? Личный эгоизм? На основе кто кем станет? Или все-таки что станет со страной? Я считаю, что избиратель требует от нас единства и командной работы по внедрению конкретных реформ, а не игры в то, кто будет на какой должности. Но все-таки, Юрий Витальевич, единства не было, если так положа руку на сердце. Потому что если бы было полное единство, то бы был некий общий список, а не отдельно список Петра Порошенко, отдельно Народного фронта, отдельно Батьковщины и так далее. Юрий Витальевич, у нас в продолжении вашего вопроса есть просто уточнение к Леониду Центра. Какова цена вопроса по поводу премьер-министра и планирует ли наш гость, планирует ли он стать министром внутренних дел? Мы только что в соседнем экране, просто на соседнем включении говорили с Аваковым, он не исключает своего назначения. Каковы планы у Юрия Витальевича? Вы слышите. Мои планы содействовать тому, чтобы коалиционное большинство под конкретный план европейских реформ создалось как можно быстрее. Личные амбиции на третьем, а может быть и пятом плане. Но все-таки, вы допускаете, что вы возглавите в новом правительстве Министерство внутренних дел? Я считаю, что это только решение команды говорить о том, кто кем станет, можно лишь после того, как будет подписано большинством парламента план реформ. И вот тот, кто подпишет это соглашение, тот и определится с исполнителем этих реформ в Кабинете Министра Украины. Но все-таки, кто будет решать вопрос о кандидатуре нового премьера? Нынешнее правительство просто по конституции должно сложить полномочия перед вновь избранным парламентом. Ведь так? Уже сейчас партии, которые получают большинство в парламенте, приступают к консультациям с тем, чтобы подписать коалиционное соглашение. И это главная задача. Раздел протфеля меня не волнует. И как бы ни хотелось вам сейчас организовать противостояние и какую-то игру амбиций между союзниками, этого не получилось в своем выборе и не получится сейчас. Я, например, совершенно не хочу никакого противостояния организовывать, но я, как, если угодно, сейчас, в эту секунду представителя интереса простого телезрителя, задаю вопрос, который, наверное, у любого человека есть, который смотрит сегодняшнюю нашу программу. Останется этот премьер-министр, в целом это правительство или придут новые люди? Евгений, неужели вы думаете, что простому избирателю волнует, кто будет министром внутренних дел? А мне кажется, его волнует, будет ли реформа МВД, которая приведет к некоррумпированному, сервисному, обслуживающему население органу. Неужели вы думаете, что его волнует, кто станет вице-премьером? Нет, его волнует увеличение полномочий самоуправления. Мне кажется, что у простого избирателя накопилось некое, ну, недовольство, скажем, темпами реформ и экономической ситуации в стране, и у них могут быть вопросы, а, слушайте, в этом не виноват ли, скажем, нынешний премьер-министр? Да, безусловно, мы чувствовали не то, что неудовольствие, а просто отчаяние люди. Люди требуют перемен. Но люди очень четко подемонстрировали. Поддержав партию президента на первом месте и партию премьер-министра на втором месте, они продемонстрировали подход к необходимости совместной работы этих двух партий Майдана. Они не делают между нами особой разницы. Они требуют от нас совместной работы и результата. И вот почему я говорю не о фигурах, не о назначениях, а о конкретике того, что нам предстоит сделать. Огромное количество необходимых европейских реформ, которые изменят страну важнее, чем то, кто будет министром или вице-премьером. Честное слово. Ну что ж, тогда мне остается пожелать вам только хороших результатов. Спасибо, студия. Передаю вам слово. Евгений, спасибо большое. Напомню, наша вторая площадка в штабе блока Петра Порошенко. Еще многие политики за сегодняшний вечер придут к Евгению Киселеву. Ну и все-таки давайте зафиксируем важный момент. Ну вот только что, магия прямого эфира. Мы говорили и с Арсеном Аваковым, и с Юрием Луценко. Оба политика все-таки не исключили то, что они могут возглавить либо Министерство внутренних дел. Окей. Мы продолжаем. Нестор Шуприч в нашей студии. Здравствуйте. Можно я среагую? Оба ласка. Так, потому что я думаю, что на самом деле, чтобы успокоить наших телеградачей, не будет никакой инкрии. Очень быстро будет создана большинство. Большинство по-настоящему голосов. И будет Арсений Петрович Яценюк премьер-министром. И не потому, что это будет результатом каких-то школуарных договорностей. А потому, что это показывает будь-яка социология. Понад 40% украинцев вважают, что это оптимальная кандидатура на эту посаду. А с людьми после Майдана важно вести диалог. И отображать в представлениях те настроения, которые есть в существе. И поэтому я хотел бы сказать, что инкрига спадет после того, как через ночь спадут эмоции некоторых политических сил. И мы очень быстро сможем выйти на результат и начать втяжение европейских реформ. Слово на полиции. Да, пожалуйста. Как эти сроки и обещания прокомментируете? Вы думаете, что все так тоже быстро будет? Я надеюсь, что будет очень быстро. Так. Потому что в тех условиях, в которых находится сегодня Украина, это без власти ничем хорошим не закончится. У власти сегодня целый ряд первоочередных задач, которые они должны реализовать. Мы, безусловно, им будем это постоянно напоминать. Вопрос, который сегодня первоочередной, и они обязаны его решить. Это компенсация нашим гражданам инфляционных и девалюционных потерь от роста цен, в первую очередь, от роста тарифов и от обеспечения гривны. И мы начнем дискуссию по этому вопросу уже при формировании бюджета на следующий год. И поэтому мы хотим увидеть наших оппонентов. А для нас они одноцелы. А для нас они одноцелы еще до 2005 года. Мы хорошо помним, по сути, ничего не изменилось. Только один пропал, который был Ющенко. И мы хотим видеть власть, которая отвечает. А поверьте, оппозиция не будет бояться. А вы согласны с коллегой в том, что именно с этого стоит начинать с компенсаций? Ну, вы знаете, я бы, как минимум, не тягался в вопрос, сколько людей у кого пропало из политической арены. Это, по-перше. По-друге, я вважаю, что, в первую очередь, нужно думать не про портфель, не про склад уряду, про что говорили коллеги. Нужно думать про то, как найшвидше запустить механизм реформ. Потому что 9 месяцев люди ждут реформ. Их нужно начать. И, конечно, все коалиционные перемоги будут идти на то, какой пакет реформ будет предложен для обговорения, как та база для создания большинства, про которую мы говорим. Но я бы вернулся к вопросу, которое мы начали говорить после перерыва, а именно мажоритарники. На самом деле, не такая простая ситуация с мажоритарниками. Я еще раз назву цифру. Близько 140 депутатов с 7-го скликанья, которые голосовали за законы 16 сечня, на жаль, балотируются до этого парламента. Поэтому давайте ждем остаточных результатов. И тогда будем говорить про остаточную конфигурацию украинского парламента. Я очень надеюсь, что она остается про европейскую. Она остается в том формате, о котором сказал мой коллега Андрей Парубий, что будет больше всего 300 голосов. Но для этого, на жаль, есть большинственные загрозы. Несра, как вы считаете, вот мы начали с вашими коллегами обсуждать. Все сегодня говорят о цифрах экзотполов, но есть же еще и мажоритарщики. Как они повлияют на ситуацию? Насколько изменят цифры? Первое. И самое главное, простите, а кто все-таки по-вашему будет премьером в результате? Народный фронт? Я хотел бы поблагодарить всех наших граждан за то, что они выполнили свой гражданский долг. Ведь выборы – это конституционное право. А сегодня прийти и проголосовать, особенно на Донбассе, а я был там три дня назад, это очень непросто. Конечно, эти выборы изначально носили манипуляционный характер, потому что около шести миллионов наших граждан не смогли физически принять участие на этих выборах. Это наши граждане Украины в Крыму и, конечно же, на Донбассе. И если бы там были голосования, то и коммунисты были бы в парламенте. И, конечно, оппозиция была представлена по-другому. Но я благодарен каждому гражданину Украины, который пришел и проголосовал, независимо от того, за кого он голосовал, и в первую очередь на Донбассе. Это было страшно и даже опасно. Неожиданно стрельба сегодня разразилась в Днепропетровской области. Я думаю, или Аваков, или Луценко, или кого назначат министром внутренних дел, скажут нам, кого же там стреляли и кого убивали. И почему Днепропетровская область остановилась в своем движении избирательном? Мы видели, там была большая пауза, люди просто боялись идти голосовать. А на Донбассе изначально это было очень непросто и страшно. Но люди проявили гражданскую сознательность, проявили смелость. И еще раз большое спасибо. Теперь, что касается мажоритарщика. Я всегда был против мажоритарной системы. Потому что мажоритарщики это такая субстанция, это такое... Я сам был мажоритарщик. Мало времени, я очень вас прошу, давайте конкретнее. Это очень непростая ситуация в парламенте, и она может сыграть интересную гримасу. Но я желаю власти сформироваться как можно быстрее и взять на себя ответственность. А мы эту ответственность будем с власти требовать. Следующий момент... Я по примеру только скажу. В принципе, кто будет примером, сегодня это вопрос второстепен. Есть власть в лице лидеров политических сил, которые будут нести ответственность за ситуацию в стране. Субъекты, которые сформируют коалицию, они будут нести ответственность. Я не исключаю личностных конфликтов. Я уже их вижу. Дай бог, чтобы они их хотя бы на каком-то этапе смогли избежать. Потому что сегодня говорили о реформе, говорили о всем. По крайней мере, то, что я слышал. Не сказали главного. Крайне потребен мэр. И я видел солдат в Донбассе в летней форме в минус градусов. Три дня назад. Я не давал им команду туда ехать. Но если вы посылаете туда солдат, давайте им не только автоматы, но оденьте для них бушлаты, дайте им теплую обувь, дайте им кофты, теплые шапочки. Я все-таки зареагую, потому что мы их разрубим все возможное, для того, чтобы наши солдаты были забезпечены. А вы сделали все возможное. Чтобы та ситуация, которая в Донецком Криму, чтобы она была. Чтобы она сдохнилась. Я не перебывал. Когда голосовали за Чорноморский флот в зале, и я тогда был, и ты тогда был, когда с кулаками, когда с боями проламили эту ситуацию, это и есть следствие того, что произошло. Ратификация угоди про Харкевские угоды. Когда сдавали информационный простор, вы разверли до того, что я в Донецком Криму. Вы в соответствии с тем, что наши хлопцы, наши повредители, там на передовой гинут и сегодня ранены. Поэтому вам требовалось первое время на эфир выйти и извините перед всеми украинцами, и покажитесь, а потом давать разумы из-за того, какой мы будем выйти в Украине. Я говорю речи, которые мы все помним, которые были не так давно. Мы разберемся, кто будет премьер-мінистром. Мы визначим самостоятельно это. Я думаю, без тех, и тех, и торгов. И не требует тоже говорить про тех, кто пропал. Потому что когда он был в Хотинне, и делился его с Украиной милиции. Там было много членов вашей фракции, включаясь с Януковичем. Не требует говорить, кто кого втратил. Пан Андрей, я хотел просто вам сказать, что когда вы скажете, что мы разберемся, кто будет премьером, мне, как человек, который представляет глядача, очень хотелось, чтобы это было публично. А я объясню. В общем, мы разберемся в межах коалиции. И я наголосил в предыдущем месседжи. Наголосил на то, что это будет с рассчитанием общественной думки. И это самое главное. Поэтому, когда я говорю про экономтуру премьер-мінистра, а почему я считаю это важным? Чтобы мы быстро пройшли этот этап. Я говорил про человека, Яценюка, который имеет наибольшую сообщественную поддержку. И это, до речи, будет наш главный аргумент, когда мы будем вести дискуссию про тех, кто имеет эту посаду заняты. Сообщественная думка, сообщественная поддержка. И, в общем, так должна будет строиться влада после Майдана. Только что мне сказали, у нас появилась связь со штабом Батьковщины. Давайте мы выведем Бориса Пирасюка, который с нами на связи. И я готов дать вам закончить. Да, пожалуйста. По поводу пока это все равно. Вы сейчас влада. И вы должны сейчас сделать так, чтобы за подсумками вашей работы вы не про бронетранспортеры и танки думали, а про врожай, про теплые осели, про то, чтобы на электростанциях было гуилля и был газ, и чтобы люди не боялись холодной земли. От войны, яка начинает в Великой Миле за вас. Чтобы хлопцы не гнили. Андрей, Андрей, подождите мне в очи. Цю войну, всю войну, на жаль, профукала вы. Ей можно было не допускать. Вы знаете, давайте мы в этой тональности разговаривали. Андрей, давайте мы в этой тональности разговаривали. Но вы захотели повоевать. Ночь выборов. Мы подводим результаты. Если политики, которые проходят, я надеюсь, что все проходят, Новый Верховный Совет, вот прямо сейчас, в первые секунды, начинают ругаться. Ну, я могу только представить, хотелось бы все-таки, чтобы вот уже прямо сейчас вы себя ввели парламентский. Две короткие преплики, я не втручаю. Писать Борисов. Писать Борисов. Пан Борисов. Писать Борисов. Писать Борисов. У нас ваш однопартийец все-таки. У нас включение штаба Баткевщины. Скажите, а кто, по-вашему, будет новым министром иностранных дел? Какие ваши прогнозы? Это будет решать коалиция, которая, на мою думку, будет нараховывать больше, чем конституционную большинство. Попросы премьера еще не решены. Поэтому говорить рано про то, кто будет и каким министром, думаю, что про это мы узнаем в ближайший тиждень-два. Доброе, скажите мне, будь ласка, а если мы не говорим про конкретных политиков, про конкретных министров, какие партии, на вашу думку, сформуют коалицию? На мою думку, прежде всего, кистяк будущей коалиции и демократичных сил будут складывать партии, которые проявили себя на Майдане. И те партии, которые сегодня первое и третье место, то есть блок Порошенко, Народный фронт, Самопомощь, Свобода и Батьковщина, на мою думку, это будут логичные участники будущей коалиции и демократичной большинства. Скажите, коалицията, насколько она затягнет? Те, кто нас сейчас смотрит, они про это думают. Это будет долгий процесс. Это, в принципе, так, как говорил президент. Будет коалицийная угода. Понеделок, вторник, середа мы получим результаты. Ваш прогноз. За мою практику участие в подготовке коалицийных угод, я еще не помню такого, чтобы за день-два после выборов были коалиционные угоды. Если это случится, это будет большая несподима для украинской политики. Я думаю, что коалиция и коалицийная угода появляются не раньше, чем через тиждень-два. Спасибо большое. Борис Старасюк был с нами на связи. Из штаба Батьковщины к нам подъезжают гости, подъезжают буквально каждую минуту. Я вижу, что Олег Лешко появился в студии. Олег, здравствуйте, проходите. Я готов. Пожалуйста. Я переконан в том, что партия Батьковщина будет наполягать не только на том, чтобы это все быстро произошло, а на том, чтобы это произошло фахово и профессионально. Потому что, на жаль, тот принцип, за которым было прозоро, фахово, профессионально. Потому что на тех партийных квотах, на которых уже мы строили уряда, на жаль, уже доведено, что это неэфективно, это неправильно, это нелогично и так далее. Тому говорите и обговорювати треба не лише посади, фигури на посадах, а скорее треба обговорювати принципи, политичную мету, политичные завдания, которые будут стоять перед Коаліцией. Я переконан в том, что перед Коаліцией будет стоять завдание как не швидшего запроваджения в повном обсязе угоди про асоциацию, а не перенесення її аж на 2015 рік. Перед Коаліцией повинно стояти завдання розпочати шлях України до НАТО как единоможливої системи коллективної безпеки. Перед Коаліцией повинно постати питання боротьби з коррупцией, реального, а не міфічної боротьби з коррупцией. Звичайно ж, перед Коаліцией повинно постати в першу чергу питання забезпечення нормального добробута людей. Єдине, в чому я не погоджуюсь із представником опозиційного блоку, це в тому, що ми сьогодні не повинні говорити про танки, ми, на жаль, змушені сьогодні говорити про танки, але ці танки повинні бути якісними, наші солдати повинні бути вдягнуті, наші солдати повинні бути забезпеченими в повному обсязі для того, щоб відновити мир на Донбасі, відновити мир на Луганщині. Дякую, дякую, що повинні вибачі студії. Я категорично проти піару на фоні танків і бронетранспортерів. Ви про все сказали, пане Сергій, але не забудьте, як майбутній член коліції, про одне. Перед тим, що ви сказали, треба врегулювати одне питання. Стало миру. Тому що, якщо не буде миру, то все це, що ви сказали, воно не відбудеться. Я вам... Колеги, давайте ви не будете спорити. Я не буду спорити. Я просто відповім, що дійсно треба. Дійсно треба встановити мэр. Єдине питання, як це зробити, в який спосіб це зробити, яким чином це зробити. Не з автоматами і не на танках. Але не здаючи жодної п'яді української збері. Олег, ви к нам прийшли. Я як-то так... Счастливо. Счастливо. Скажіть ваш результат. Якщо можна, а є у нас слайди по поводу... Одній тумбочки мав? Замечательно. Давайте вернем еще раз результаты НЗПулов і вот вместе в студії, в том числе с Олегом Лешкою їх прокомментируем. Итак, у нас есть данные, которые обновились. Это данные по состоянию на 8 часов. То есть, в принципе, вот это окончательные данные. Не данные подсчета голосов, но окончательные данные Экзитпола. Итак, Согласно этим данным, напомню, Экзитпол эксклюзивно проводили по заказу нашей программы, нашей редакции. Блок Петра Порошенко получает 23%. Партия Народный фронт 19,5%. Партия Самопомич 11,7%. Оппозиционный блок 9,9%. Радикальная партия Олега Лешканыша на 1,2,3,4. На 5-м месте на данный момент 6,6%. Партия Свобода 5,8%. И партия Батькивщина 5,5%. Напомню, результаты не окончательные, но вот это последние данные экзитполов. Олег, а почему произошло, что вот, согласно этим данным, вы на 5-м месте, вам все прочили второе, третье? Для меня это тоже вопрос. Конечно, мы рассчитывали на результат, как минимум, той, который давала нам социология. Но, однажды, мы считаем, что этот результат тоже чудовий. Это победа радикальной партии. Мы матимем фракцию в парламенте. Мы будем отстоять там интересы наших выборцев, миллионов людей. которые за нас голосовали. Чем пояснити этот результат? Я думаю, что, в первую очередь, я виновен в этом результате. И мой штаб політик должен признать свои ошибки. Я думаю, что это результат моих ошибок. Очевидно, я недопрацювал. Очевидно, штаб недостатньо работал. И мы не смогли переконать людей больше, чем те, которые за нас голосовали. Это первое. И второе, это брудные технологии, которые использовались на выборах, военнослужбовцы на Сходе Луковича, мы бы не выбирали, а нам бы просто призначили и парламент, и президента. Але, одновременно, меня удивляют результаты выборов, в частности, что до первого, что до второго места. Ну, значит, людям подобается долар по 15 гривен за долар. Людям подобается, очевидно, влаштовывая 19 гривен за литр бензин. Сегодня я с мамой встречаюсь за двокімнатную квартиру, моя мама показывает платежку 740 гривен. Это при том, что у нее пенсия 1100. Очевидно, миллионы людей, которые голосовали за Яценюка, за Порошенко, их, видно, влаштовывая платежки по 700 гривен, долар по 15 гривен, литр бензина по 20 гривен, вода на 60% дорожча. Ну, значит, людям очевидно, влаштовываяся політика. Я думаю, что в опозиции мы будем одними. Я говорю не про опозицию, Нестор, я говорю про реальность життя. Мы только что про это говорили. Я тоже, здравованный, честно говоря, такой поддержкой у влады, но я поясню это трошки инше, что самая біля реально 4 миллионов на Донбассе, которые 100% мали право голосовать, не смогли это сделать. А решта, 2 миллиона, не смогли просто прийти, их залякали. Поэтому и такая маленькая явка, и тому такий великий показник. Это маніпуляция арифматичная, на жаль. Но это еще тоже не остаточные данные, потому что мы уже имеем попереднюю информацию, что много людей, которые отвечали в ходе экзит-поле, просто боялись говорить, что они голосуют за опозиционный блок и за другие опозиционные силы. И я считаю несправедливым то, что в Луганске, в Криму и в Донецке, в первую очередь, в Луганске и Донецке не голосовали. Там значная поддержка опозиционного блоку. И, кстати, комунисты. Комунисты, как бы Донецк и Луганск проголосовали в полном порядке, они были представлены в парламенте. И это правда, что 5 миллионов людей на Донбассе не имели возможности проголосовать, но так же правда, что они не имели возможности проголосовать, потому что это окупованные сегодня территории российским агрессором, а окупованные потому, что банда Януковича довела краяну до войны, до расколу, до российской окупации. Олег, я всех сегодня питал, я еще вас не питал. Скажите мне, сколько требует коалициада? Пан Ляшко обрался до Верховной Ради и все попередние присутние обрались в 12-м году до Верховной Ради. Давайте мы на землю повернемося. Скажите мне, сколько требует коалициада? Кто будет премьером? И какая цена премьерства сегодня вы? Людина, которая не ховается за формулюваниями? Можете мне честно сказать? Саме потому, как человек, которая не ховается за формулюваниями, я вам скажу, что мне до лампочки все эти поделы посад, меня они абсолютно не цікавят. Мы шли до парламенту не за посадами. Вы пойдете в коалицию? По живем побачим, на каких принципах она будет формироваться. Если это будет коалиция, которая делитим посады и квоты, я в этом деребании участи не буду. Люди выбрали меня, потому, что миллионы, которые за меня проголосовали, они хотят радикальный не буду. Нам не треба посады. В нас есть принципы. Мы считаем несколько ключевых вопросов, которые должны рассчитывать Верховная Рада. Податкова реформа. Это для того, чтобы сделать ставку на маленький и средний бизнес, снизить податки. Второе вопрос. Снижение пенсионного века для женщин до 55 лет. Третое вопрос. Продолжение продажи сельско-господарских земель. Четверое вопрос. Членство Украины в Евросоюзе и в НАТО. То есть наши принципы. Мы можем сейчас почути, что в Москве думают относительно тех принципов, которые вы сказали. В частности, по поводу членства Украины в Евросоюзе и в НАТО. Наверняка в Москве, когда следили за этими выборами, кто-то следил с удушевлением, потому что далеко россиянам до таких выборов, но кто-то следил абсолютно с другими чувствами. Есть ли связь с Москвой? Там Данил Русаков должен быть в эту минуту? Да, Дмитрий, я здесь на прямой связи. Все замечательно. У нас сегодня сложный эфир, когда не знаешь, что будет в следующую секунду. Спасибо большое, что присоединился. Скажи, пожалуйста, а как в Москве комментируют то, что происходит сегодня в Киеве, да и по всей Украине? На самом деле украинские выборы для Москвы это что-то необычное, они живые, они с интригой и действительно результат непредсказуемый. Такого здесь как минимум последние 10 лет уже не было и поэтому действительно это что-то необычное. Но собственно как бы что касается официальных российских властей, то они делают вид, что как будто это их не заботит и в общем-то судьба украинских выборов их не волнует, но это в какой-то мере лукавство. В частности глава Кремлевской администрации Иванов заявлял несколько буквально дней назад это было накануне, что якобы когда ему задали вопрос признаете ли вы украинский выбор? Он сказал, что ну в общем-то не беспокойтесь, признаем. Собственно этой формулировкой все и ограничилось, а допустим когда во время так называемого дискуссионного клуба Валдайс в Сочи к Путину тоже часто обращались с украинскими вопросами, он их в общем-то не сильно много не говорил, говорил конечно по традиции про аннексированный Крым, ну и собственно все остальное было посвящено уже не столько Украине, сколько стандартным великодержавным формулировкам. Что касается российской прессы, то действительно она все вот эти высказывания российских политиков особо не тиражировала. Но в частности один из рупоров Кремля газета Комсомольская правда опубликовала заметку и собственно я сейчас даже позволю себе процитировать как она называлась, обращусь к первоисточнику. Дело в том, что сам заголовок стадия очень интригующий. Украинцы выбирают между партией мира и партией войны. Одним из основных комментаторов выбрали Сергея Маркова, это известный политолог, любимый политолог Путина. И вот в частности он там делает вывод о том, что ему кажется, что якобы Украина поделена на две части, причем одну он смело назвал националистическое и антироссийское, а вторую часть он назвал почему-то демократичной. И что самое интересное, то дальше собственно тот же самый политолог сообщил, что ему по большому счету кажется, что у этой так называемой второй части нету особо каких-либо перспектив для голосования. Ну что ж, там многие заметили в этом тексте огромное количество фактических ошибок и опять-таки обращусь к источнику для того, чтобы их привести. В частности речь идет о том, что вот это вот замечание Маркова, оно мало похоже на название заголовка, который был собственно употреблен, что вызвало большую дискуссию относительно того, вообще присутствует ли какая-то логика в этом тексте. Однако, по большому счету, видимо для пропаганды это не сильно и важно. Так отметились политики и прокремлевские политологи примерно такими заявлениями. Российская оппозиция, кстати, тоже следила за выборами. Их живо интересуют те события, которые сейчас происходят в украинском государстве. Я предлагаю послушать комментарии, которые мы смогли получить от представителей российской оппозиции на этот счет. В отличие от российских выборов, практически все оппоненты новой власти были допущены к голосованию. Они все провели довольно динамичные избирательные кампании, вложили много денег в свои избирательные кампании, не было никаких особых препятствий, они были и на телевидении, и билборды у них были. И, в принципе, конкурентность выборов не вызывает сомнения даже в Кремле. Спасибо, Данил Русаков, наш московский корреспондент, с нами на прямой связи. Ну, вот, узнали мы о том, как относятся к украинским выборам в Москве. А у меня к вам бойный вопрос. Скажите, как вы думаете, вот после этих выборов, когда уже пройден определенный рубеж, наладится отношение с Россией, есть хоть какая-то надежда? Давайте будем говорить откровенно, а другого пути нет. Причем, я понимаю, очень надо говорить, что там, вот в предыдущей студии у меня один из товарищей сказал, берите автомат и идите в АТО. А я говорю, а давайте сделаем по-другому. Покладем автоматы, решим вопрос мирным путем и закроем АТО. Ведь по-разному уже можно урегулировать. Повоевать уже попытались. Десятки тысяч погибших, разрушена экономика и, к сожалению, это факт. Выборы прошли. Вы верите в то, что это реально? Более того, я знаю, как это сделать. И вы знаете, здесь мы будем открыты в оппозиции. Я не представляю часть всех в коалиции, но это для меня несовместимые вещи. Но мы будем бороться за Украину и за народ Украины и за единую Украину в границах 1991 года. Услышьте эту фразу 1991 года. Ни одного квадратного сантиметра мы не имеем права потерять. Только в разные способы можно это делать. Мало кто знает, но представители оппозиционного блока во время избирательной кампании, просто мы уже не хотели об этом говорить, одни бы сказали, что пиар, другие бы сказали какие-то технологии, но мы вели переговоры, чтобы в Украину из России завозили уголь с Кузбасса, участвовали в том числе и в консультациях по газу. И конечно же, сейчас я надеюсь, что у власти руки будут развязаны, потому что нужен прямой диалог. От этого никуда не денешься. Между Киевом и Донбассом. А сколько возможно прямой диалог между Киевом, Донбассом, диалог с Москвой, о котором сейчас Нестор Шоприч говорит? Диалог, конечно, должен быть, но не возможно установление нормальных стосунков, пока Россия окупировала наш Крим, и пока российские войска перебывают на Донбассе. То есть, главная предумба для установления, для восстановления стосунков, это освобождение Крима и Донбасса. Это безумовно. О Криме и международной реакции поговорим в районе 10 часов в третьей части нашей программы. Ну и главный вопрос, что все-таки заставит Россию признать эти выборы? Этот вопрос зададим ровно в 10 после рекламы. Вечер добрый, я Дмитрий Анопченко, это подробности недели, специальный выпуск, выпуск на самом деле непредсказуемый, настолько, насколько непредсказуема и сама ночь выборов. Мы вместе с вами следим за подсчетом голосов, за нарушениями, за теми данными, которые приходят от социологов. В эту студию приезжают гости. И в первую очередь я хочу сейчас обратиться к Сергею Кудимову. Наш корреспондент следит за тем, как оглашали данные экзитполов. Давайте еще раз напомним, вот как по данным социологов распределились голоса, важные цифры, цифры, от которых многое зависит. Сергей, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. У нас действительно есть последние результаты экзитпола, которые совместно провели Центр социальной мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Еременко. И вот цифры по состоянию на 8, на 20.00. В следующий парламент попадает, согласно этим цифрам, 7 политических партий, практически без изменения результат у блока Петра Порошенко 23%, у Народного фронта 19,5%. Вот если сравнивать с результатами по состоянию на 18.00, более чем на 0,5% прибавила самопомощь, у этой политической партии 11,7%. Без изменений результат у оппозиционного блока радикальной партии Олега Ляшко и в его свободы 9,9%, 6,6%, и 5,8% соответственно и более чем 0,2% потеряла Батьковщина у этой политической партии 5,5% согласно данным экзитпола не проходит следующий парламент сильная Украина гражданская позиция и коммунисты у этих партий около 3% Дмитрий Спасибо, Сергей Кудимов с последними цифрами Я напомню в нашей студии Олег Ляшко Алексей Кошель руководитель комитета избирателей Украины Олег, а вот почему те кого сейчас наш корреспондент назвал в зоне вылета почему они не проходят а что не так с теми кто остался за бортом ну по крайней мере согласно данным социологов остался Я думаю что это треба в них запитать Ну а как вы думаете Я думаю я думаю что люди не поддерживали очевидно не переконали Тегибко чего не пройшло ну это же очевидно приклад Королевской Тегибко это Королевская номер 2 вкинули бабла немеряно в рекламу а результат нульовий а чому потому что в Тегибко немае стержня в Тегибко немае яец розумієте тому он и не пройшел чего не пройшел Гриценко ну потому что Гриценко хочет все зробити но вы его только призначите верховным главнокомандующим а только тогда он что-то будет делать розумієте так иди взвод в том фронте покажи результат это про меня оппоненты брехали что я ледь там постановки какие-то делаю на том фронте но когда вы посмотрите результаты голосования на Схидном фронте большинство из військовослужбовцев голосовали как раз за меня почему бы я щетижня там потому что каждый из них я знаю в обличии а они знают меня и моих побратим вы говорите про то как голосовали давайте просто сейчас узнаем данные про явку если есть возможности давайте прямо сейчас организуем связь с Центризбиркомом Валентина Левицкая там должна дежурить можем ее услышать коллеги да прекрасно у нас есть возможность поговорить с Центризбиркомом Валь а каковы последние цифры по явке кто проголосовал кто не проголосовал кто был самым активным что можно сказать Добрый вечер Дмитрий в Центризбирком сейчас продолжает поступать информация о явке избирателей окончательной цифры пока нет и цифры на табло на электронном меняются каждую минуту по состоянию на сейчас могу сказать что в среднем явка по стране составила около 53% и как нам объяснили в Центризбиркоме тенденция в Украине такова что на внеочередные парламентские выборы обычно приходит меньше избирателей чем на очередные парламентские выборы ну и по традиции западной области Украины в частности Львовская и Болынская оказались в передовиках они обеспечили самую высокую явку а самая низкая что вполне ожидаемо на Донбассе в среднем там сейчас цифра 29% но был один округ в Донецкой области который преподнес сюрприз показав явку в 50% мы долго не могли понять как же так тем более что в мирное время центр этого округа находился в одном из районов оккупированного ныне Донецка а секрет оказался прост оказалось что своим решением Центризбирком перенес центр этого округа на территорию которая сейчас подконтрольна украинским властям а такую вот дружную активную явку обеспечили военнослужащие украинские которые пришли проголосовать это те военнослужащие которые сейчас воюют в зоне антитеррористической операции так что мы ждем продолжение вот этой вот явки и уже начали поступать первые данные о первых бюллетенях которые в электронном виде передают в Центральную избирательную комиссию Дмитрий у меня короткий вопрос а по поводу происходящего в Центризбиркоме вот есть кто-то кто пришел с жалобами с претензиями или ЦИК работает достаточно спокойно в рабочем режиме Центризбирком работает абсолютно в штатном режиме что касается жалоб то как нам рассказала на брифинге заместитель главы комиссии Жанна Устанка Черная поступили всего лишь 18 жалоб а вот те нарушения о которых там указывалось они не настолько критичны чтобы где-то на каком-то участке или на каком-то округе выборы были признаны недействительными это по информации пока на сейчас спасибо большое ну слышите сами порядка 18 жалоб только в Центризбиркоме странная на самом деле ситуация вас удивила Олег есть еще один округ в Донецкой области где на мою думку тревают фальсификации это округ где баллотируется Юхим-Звягильский территория этого округа так само находится под оккупацией Центр выборчком так само вынес цей округ центр за межи на звольнену территорию и станом на 20-ту годину закрытия виборей в цьому округе проголосувало 800 выборцев 800 выборцев и Звягильский стаёт депутатом это нонсенс из 200 тысяч средняя чисельность округа 800 человек проголосувало и Звягильский стаёт депутатом почему я вам скажу для чего ці махинации робила влада до речи робила ці махинации такого никогда не было из окупованої территории 50-ти 59-й что там было сегодня насправді сьогодні у нас працювало 4000 спостерегачів ця чисельность трішки больше мы можем говорить про велику кількість фактів але варто говорити не мову і цифр потрібно говорити про тенденции перше 80% всього що сьогодні фіксував комітет выборців України інші громадські організації це процедурні і технічні питання тобто ми маємо підставу говорити станом на 8 вечера що загалом в Україні відбулись вибори відповідно до чинного законодавства і міжнародних і демократичних норм тому зараз не повинно бути жодних теми законності принаймні станом на 8-му годину вечера тому що нас чекає ще нелегкий вечір можливо навіть ніч підрахунку голосів якщо говорити про проблемні округи справді є кілька проблемних округів є так званий округ Олеся Довгого на Кіровоградщині є 220-й 217-й у місті Києві зараз ці округи під посиленим контролем нашої організації скажімо на 220-му на кожній дільниці є представник комітету виборців є факт він приїжджає мобільна група ми оперативно реагуємо плюс ми вперше безпрецедентно повністю синхронізували свою роботу максимально із Міністерством внутрішніх справ факт який відомий автоматично відомий правоохоронним органам я думаю що за підсумками виборів завтра ми побачимо остаточні дані принаймні частину по мажоритарних округах я думаю що є підстави говорити про кілька проблемних округів можливо в 15-му році по цих кількох округах ми побачимо нові вибори але загалом сьогодні досить позитивне враження від виборчої кампанії будем сподівати що ніч також прийде гарно і в Україні вибори завершаться я маю вас відпускати я тоді просто останні запитання у вас теж позитивні враження від цієї виборчої кампанії я хотів би сказати що звичайно немає жодних підстав для того щоб хто-небудь в Україні чи в світі сказав що вибори в Україні не відбулись переважно це були демократичні вибори і слава Богу що вони відбулися бо ми отримали нову Верховну Раду де не буде регіоналів де не буде комуняк на превеликий жаль буде так званий опозиційний блок із колишніх регіоналів але я думаю що ми їх якось переживемо але водночас було дуже багато моментів які на мою думку все-таки ставлять під сумнів в тих чи інших межах проведення виборів позбавили військових права голосувати більше 20 тисяч військових на Донбасі не проголосувало це ганьба це аморально і влада винна у тому що захисники вітчизни не проголосували ну і останнє що я хотів сказати от комусь здається що радикальна партія програла бо соціологи писали там 13% друге місце за вистока планка все уговорювали друге місце друге, третє я скажу словами британського прем'єр-міністра місце Вінстона Черчилля ніколи не здавайся і ніколи не зупиняйся я вважаю що це наша перемога що радикальна партія сьогодні перемогла ми матимемо фракцію в парламенті за нас проголосували мільйони людей і тільки від нашої роботи залежить чи будемо ми далі в парламенті я маю на увазі на нових виборах будемо працювати будемо виправдовувати довіру людей значить буде не 30 чоловік працювати а 230 не будемо працювати закінчимо так само погано як закінчили інші тому я хочу щиро подякувати нашим виборцям і сказати ми сьогодні перемогли дякую за розмову я знаю що у вас інший ефір дякую щодо нас завітало ну как видите Олег Лешко единственный политик по крайней мере за сегодняшний ефір кто вот произнес эту фразу будем работать хорошо останемся в парламенті не будем вряд ли останемся в этом парламенті забавно что в первый день в тот момент когда только результаты появились политик уже об этом думает ну всем бы так ладно, хорошо есть важный момент мы говорили о проблемных округах но есть еще проблемная территория 12 кресел в новом парламенті так і остануться пустыми це депутаты которых обычно избирали в Крыму ВРК і Севастополі почти 2 млн избирателей но в этот раз большинство жителей Крыма не принимали участия в парламентських выборах почему? спросим прямо сейчас нашого корреспондента Юлию Крючкову есть возможность її услышати? Юлия, добрый вечер спасибо, що дождались скажіть да, Дима, большинство жителей да, я хотел как раз спросить а почему так мало крымчан проголосовало? да, Дима, большинство жителей Крыма не приняли участия в парламентских выборах одни потому, что уже не считают себя гражданами Украины другие потому, что боятся с некоторых пор политическая активность на полуострове может стоить свободы обыски и задержания проукраински настроенных крымчан уже на полуострове не редкость мы спросили жителей городов а что они думают а выборов в Верховную Раду то, что сегодня выборы в Крыму знают практически все да, Боже, упаси нам и тут хорошо когда нужно выделить время поехать туда там остаться проголосовать это вообще на другой, считай, материк поехать и проголосовать смысл мне туда ехать? ну, я вообще за территорию Крыма ни разу не выезжал во-первых, чтобы ехать что-то надо и деньги и на дорогу и то, и все ну, интереса нету чтобы крымчане смогли отдать свой голос им нужно было действительно выехать на материковую Украину так было и на прошедших президентских выборах но тогда чтобы проголосовать на материк выезжали массово самыми активными были крымские татары в Симферополе они собирались у здания Меджлиса и целой автоколонной ехали в Херсонскую область по данным Меджлиса тогда проголосовало несколько тысяч людей сейчас же данных о проголосовавших нет издание Меджлиса опечатано вот что говорят активисты я сам не поеду потому что я знаю тогда я сто процентов меня сюда не запустил разве здесь соблюдаются все законы разве не срывают украинские флаги ну и только что спасибо нашему корреспонденту только что мне сказали начался брифинг Петра Порошенко если есть возможность давайте прямо сейчас увидим в режиме реального времени что там происходит и что говорит президент что значительная часть наших украинских выборцев не проголосует друзья я пишусь украинским народом и я пишусь украине посмотрите я думаю что после президентских выборов 2014 года выборы парламентские также были прозрачными полностью спиняли экзитполы я очень надеялся я надеялся что обрахунок голосов будет очень быстрым никто не будет его затягивать и мы уже наступного тижня будем мать остаточные результати незважаючи на то что закон отдаёт 10 дней на оскаржение и развлекать сформированием новой Верховной Ради новой парламентской коалиции новой большинства и нового уряда никто не будет я думаю что результат когда демократичные проевропейские силы набрали майже конституционную большинство и впервые владные партии набрали больше 50% это впервые в истории Украины это действительно вражает и это даёт абсолютно четкое понимание что это тот кредит доверия который украинский народ украинская держава украинское суспільство дало политическим силам для того чтобы негайно стартовать с процессом реформ конечно что мне приятно что по всем безвыключно экзитполом политическая сила блок Петра Порошенко заняла первое место но это не так важливо надзвичайно важливо что мы нарешті будем иметь проукраинскую и проевропейскую большинство для всех политических сил которых я запрошу в коалицию мы подготовили коалиционную угоду вона не про посады вона не про партийные квоти вона про чуткие завдания что и когда нам нужно делать уже негайно и какие квалификационные критерии мы должны висовать для каждого я впевнен что и Верховную Раду ждут значные изменения в том числе и значным скорочением к количества комитетов они не нужны это все из минулого тогда когда пытались дать хабаря по принципу квотному для того чтобы каким-то способом отрабатывать кого-то в коалиции нас в коалиции будут отрабатывать другие принципы и другие ценности я думаю что будет скорочена и количество посад в уряде и это то что сегодня мы должны сделать и я уверен в том что для того чтобы не втрачать час коалиции консультации начнутся уже завтра до которых я думаю что лидеры партии всех запросят на сегодняшний день я счастлив еще одни подии бо свой ранок я начинал о 7 ранку когда вылетел в зону АТО для того чтобы переконаться что и украинские воинсковослужбовцы мают можливість реализовать свое конституционное право и обрати соби владу для того чтобы не дать никому взорвать выборы в том числе и на Донбассе и чтобы те дельницы которые ранку пытались отримать от открытия и в Дзержинске и в Славянске и в Луганске области вы это просто не позволили сделать и я уверен в том что это наша спильная перемога хотел бы наголосить что нашу позицию поделяют значная количество закордонных лидеров которые уже выставили свое глубокое задоволение как проходили выборы в Украине каким образом была обеспечена эффективная работа экзитполиев и я не имею никакого сумнения что и результаты мают спевпасты это лишь подтвердило нашу прозорость нашу открытость нашу демократичность и нашу проевропейскість еще раз скажу я всем надзвучайно задоволен и могу лишь подтвердить что работа начинается через 45 минут завтрашнего дня и мы не собираемся аж никак гайка часу я дякую всем журналістам которые эффективно висвитливали компанию которые сделали максимум возможно для того чтобы в стране была сбережена свобода слова которые обеспечили прозорые подходы что висвитливали всех участников выборчого процесса я уверен в том что все у нас будет хорошо мы обовязково победим слава украина украина приезду президента что изменилось его приездом как его встретили с и ну что-то вы видели наверное во всяком случае на мониторе который у нас здесь стоит было видно что вы транслировали по крайней мере часть выступления Петра Алексеевича здесь в зале где собрались в основном журналисты на самом деле где-то в течение почти целого предыдущего часа в основном здесь были одни журналисты которые кучковались промеж собой обсуждали разные возможные варианты дальнейшего развития политических событий в стране различные варианты коалиции возможные кандидатуры на пост премьер-министра всякое прочее хитросплетение потому что действительно ситуация ну скажем так сложная непростая по-прежнему вот сейчас кстати вот кстати сейчас Петр Порошенко только что объявил о том что он готов внести ту кандидатуру премьер-министра которая будет поддержана новой коалицией уже в самое ближайшее время но опять-таки никаких конкретных фамилий не называется ну вы знаете Дмитрий я готов попробовать задать сейчас напрямую вопрос Петру Алексеевичу если только мне будет предоставлено слово как пробовать мне давайте попробуем с удовольствием Дмитрий Евгений давайте так и сделаем как только у вас будет возможность задавать вопрос президенту мы это будем транслировать в прямом эфире конечно ну хорошо тогда давайте я передаю вам слово обратно в студию потому что для того чтобы задать вопрос надо во крайней мере попытаться на себя обратить внимание а какой вопрос что вы хотели бы чтобы я спросил главы государства довольны ли он результатом этих выборов и все таки тем как они прошли я предпочитаю если 20 часов перефорной разговоры но я просто пробую вопрос 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 и иноземные медиа пожалуйста если вы имеете вопрос пожалуйста поднимайте руку украинская правда господин президент украинская правда очень коротко я могу сделать по телефону я не это дело спросить ну Евгений Алексеевич попробует еще поговорить с президентом как только у него будет такая возможность мы просто вернемся в прямой эфир я представлю еще одного гостя Александр Притыка президент агентства инвестиционного менеджмента здравствуйте добрый вечер спасибо большое что приехали скажите а чего украинский бизнес ждет от этих выборов каким будет линия нового парламента что должно быть решено в первую очередь ну украинский бизнес я думаю что со мной солидарно будут очень многие люди с одной стороны с надеждой воспринял результаты первое потому что эти выборы состоялись что есть достаточно большой коллектив единомышленников которые хотят процветания хотят успеха нашей страны потому что если у нас не будет успеха то мы государство не сохраним то есть для нас это определенный вызов что вы вкладываете в понятие я имею ввиду если не будет у нас успеха успешная страна не будет успешное управление страной то мы не сможем сохранить это государство второй позитив это то что в течение ближайших четырех-пяти лет выборов не будет это само по себе беспрецедентно в новейшей истории Украины я помню что ну более трех лет наверное а то и двух мы все время находимся в состоянии каких-то выборов и это позволит политикам причем всех политических сил заняться строительством страны заняться строительством государственности тревога с другой стороны существует потому что несмотря на всеобщий патриотизм и желание сделать страну успешной и процветающей существует еще проблема а какими силами это делать то есть можно хотеть но не обязательно это получится потому что все зависит от того какие кадры придут в правительство да какие кадры придут в государственное управление и как они смогут реализовать вот эти амбициозные задачи я более 20 лет занимаюсь управлением различными проектами в различных отраслях промышленности хочу сказать с сожалением что государственное управление и кадры государственного управления за это время прошли так называемый негативный кадровый отбор то есть качество государственного управления неуклонно падало все это время и на самом деле сейчас перед президентом перед парламентом стоит очень серьезная задача но вы рассчитываете как это сформировать это правительство потому что на ошибки у нас нет времени ситуация в стране в экономике в финансах очень драматичная если мы сейчас опять наделаем ошибок в кадровой сфере наделаем ошибок в стратегии реформирования в стратегии что вы имеете ввиду ошибки что может быть сделано не так основная проблема что может быть совершено основная проблема страны на сегодняшний день где взять деньги все знают что денег в стране нет экономика падает если кто-то интересовался доходы государственного бюджета на 80% сформированы за счет бизнеса что такое бизнес в Украине это несколько десятков тысяч человек самодостаточных наиболее активных наиболее грамотных способные создать свое дело способные прокормить кроме членов своих семей еще и наемных работников есть несколько сот крупных бизнесменов которые и формируют вот эти все доходы государственного бюджета и мне кажется что новое правительство должно начать диалог с бизнесом более того в правительство особенно в отраслевые министерства должны прийти люди которые бы хорошо знали отрасли которые хорошо знали проблематику и которые бы знали что нужно сделать для того чтобы бизнес мог вытянуть страну из тупика ведь что происходит на сегодняшний день увеличить налоговую нагрузку для бизнеса практически уже нереально если мы будем увеличивать налоговую нагрузку Александр вы знаете я слышу вас но просто вот мы сейчас для зрителей говорим достаточно тяжелыми конструкциями тяжелыми формулировками вы могли бы очень простым языком сказать вот как для что американцы говорят people from the street для людей что нужно сделать каких ошибок нужно избежать в первую очередь сформировать правительство и это вот обнадеживает спич президента о том что это будет сделано в скором времени о том что это будут профессиональные люди которые умеют и знают что нужно делать это самое главное второе необходимо начать диалог с бизнесом то что происходило вот последние несколько лет диалог с бизнесом был немножко однонаправленным то есть налоги давай обвинения во всех грехах и так далее и так далее да в частности вопрос там коррупции да общеизвестный да бизнес коррупции не имеет отношения коррупция находится во властных институтах особенно в последнее время когда во власть приходили люди не с целью выстраивания каких-то конкретных механизмов государственного управления а с целью обогащения вот это необходимо прекратить и это в силах сделать именно государственная власть что происходило например в тендерных закупках я должен воскрывать Евгений Киселев задает вопрос Порошенко а затем все-таки давайте мы послушаем да 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 это вопрос который я все-таки должен вам задать все-таки кто ваш кандидат в премьер-министр уважаемый Евгений вы так долго пытали Юрия Луценко я с таким наслаждением смотрел как вы 16 раз задали один и тот же вопрос это действительно талант журналиста извините мне за это деньги платят не извиняю я наоборот комплименты вам отпускаю но в самом начале я сказал что это ответственность парламента ответственность коалиции мы наконец-то должны построить новую модель взаимоотношений избирателей депутатов коалиции правительства и президента то есть вы хотите сказать что вам все равно кто будет премьер-министром если вы меня ответите Евгений я с удовольствием приглашу вас сейчас на сцену но на сегодняшний день я бы очень хотел чтобы мы в парламенте предлагали новые традиции если вы хотите меня спросить вижу ли я народный фронт в качестве партнеров по коалиции мой ответ да это основные наши партнеры основные это наши партнеры мы точно должны быть вместе а кто еще слушайте у нас будет открытое предложение для очень многих для очень многих то есть позиция такая я ну может быть может быть там ну точно не для оппозиционного блока но это я вижу народ заволновался нужно было как-то это откомментировать но я заинтересован чтобы у нас была коалиция 300 голосов я заинтересован в том чтобы мы провели фундаментальные изменения конституции в том числе изменения по децентрализации которые без которых страна не выживает я не буду сейчас рассказывать там о сущности изменений но значительная часть и судебная реформа и реформа децентрализации требует конституционных изменений поэтому наши двери будут открыты и требования будут не по фамилиям квот не будет готовы ли вы отдать квоту министра такой-то политической силе запишите чтобы не забыть нет потому что это я обещал украинскому народу квот у нас не будет а вот кто да и при этом это не будет так вот сейчас а потом пусть премьер там набирает себе какую-то команду а все от этого отстранятся нет у нас в том-то и дело есть эти 10 дней когда мы должны сформировать я очень надеюсь лучшее правительство Украины потому что никакое другое с теми вызовами которые сегодня стоят перед страной не справятся спасибо Дмитрий ну я не знаю вы сейчас слышите меня видите Евгений мы вас видим слышим более того я хотел вас поблагодарить за вопрос который вы задали президенту на самом деле этот вопрос все наши гости пытаются весь вечер сегодня обсуждать спасибо что вы этот вопрос задали и знаете на самом деле это успех ваш успех мой успех наш общий успех когда президент следил за тем как вы расспрашивали Юрия Луценко смотрят нас с вами значит смотрят действительно ну мне больше к этому добавить нечего спасибо большое вы очень важные новости принесли в наш эфир спасибо за вашу работу Евгений Киселев напомню на нашей второй площадке в штабе блока Петра Порошенко мы еще с ним увидимся и услышимся если можно давайте сейчас переключимся на Днепропетровск там Наталья Грищенко о ситуации в городе о том как выборы прошли да Дмитрий на фоне относительно спокойной картины голосования по большинству районов центром напряжения стал кривой рог дело в том что сегодня там стреляли прямо посреди белого дня неизвестные находясь в автомобиле фольксваген выпустили очередь стоявшую неподалеке Шкоду двое мужчин находившиеся там получили ранение они госпитализированы их жизни ничего не угрожает узнав об этом инциденте международный наблюдатель депутат Европарламента Милосла Франсдорф выехал сразу на место события если ведутся такие дела что цель это напугать людей и я думаю что дело главное чтобы Украина стабилизировалась и люди которые занимаются такими действиями они против демократической стабилизации Украины Но в милиции уже заявили что к выборам этот инцидент никакого отношения не имеет дело в том что ни стрелявшие ни пострадавшие не являются ни членами партии ни членами общественных организаций машина известна хозяин машины известен предварительно по нашим данным стреляло ближайший избирательный участок от места происшествия находится на расстоянии одного километра скорее всего это относится к каким-то межличностным отношениям или к каким-то разборкам Ну и сейчас в области введен план сирена ориентировки стрелявшего разусланы по всем постам ГАИ Я хочу добавить что сегодня на избирательных участках области была достаточно неплохая явка во всяком случае на участках где мы побывали наблюдатели говорили что приходилось видеть до 100 человек за час Ну и характерная особенность этих выборов однако многие избиратели до последнего раздумывали держа в руках бюллетени они не знали за кого отдать свои голоса Я вообще не знаю за кого даже буду голосовать сейчас посмотрю сейчас виски просто за руку Ну и также в области зафиксированы единичные случаи нарушения в частности когда избиратели пытались вынести с территории участков бюллетени на улицу но в целом же участки закрылись вовремя пока ситуация спокойная судья Спасибо Наталья Грищенко к инциденту в Кривом Роге мы еще вернемся ну действительно нашумевшая история будем еще сегодня о ней обязательно говорить давайте вернемся к гостям проходите пожалуйста все кто к нам приехали так ну будь ласка Льворыш Фарворыш Кумоек Зручнише Командир батальйона Айдар Сергей Мельничук вечер добрый и Руслан Кишуллинский Доброго вечера пана Руслана скажите скажите будь ласка а ваш батальйон как он проголосовал или была возможность проголосовать у ваших хлопцов кто остался кто не есть в отпусках и отряджениях смогли проголосовать так и не было в них они не проголосовали не проголосовали звичайно шкодуют потому что у нас основная масса батальйона это выходцы из Майдана и выходцы из Луганской области которых наиболее всего хотят каких-то и не дать им проголосовать это это очень погано и гарант разом с Верховной Радой могли бы обеспечить их потому что эти люди в первую очередь кто отстоит государственность мали бы в первую очередь проголосовать но это еще не все есть 105 округ который вообще не голосовал там был реальный претендент который мог бы также долучиться в Верховной Раде к нам им тоже не дали проголосовать а это специально войскому не дали проголосовать как просто по простому скажите мне как на вашу думку думаю что Верховная Рада не дала ей была была возможность но она не дала И на «Слава Украине» качественно отвечают героям слава. И те герои для них однаковы, кроме одной. Такого еще не было в истории страны, когда люди говорят, как правило, все патриотические партии, все проукраинские партии, которые говорят и имеют одно видение, кроме одной. Поэтому нужно, скажем, вітать, насколько патриотичнее станет Верховная Рада после Майдана. Другая ситуация, что мы можем говорить про солидаризм общества, который показал, что все-таки кого он хочет видеть в Верховной Раде. И что бы ни говорили про украинцев, а общественность, высокополітичная культура, увеличилась после Майдана. И это знака голосования ось такого в Верховной Раде. Поэтому можно говорить, что то, что мы сделали как свободные, даст возможность, вышедши из коалиции, провести позачерговые выборы правильно. А что до свободы? Ну, тем не менее, свободы где-то на меже. Я очень надеюсь, что будете в парламенте. Но как вы поясните эти цифры? Все это очень просто. Если в 2012 году на правом фланде была у нас свобода, то сегодня практически весь спектр – это и есть прави. Прави либерали, прави демократи, но все прави. Кроме того, еще большая часть, которую я не показываю, экзитполики набрали 2%, это все люди, которые исповедуют правые ценности. Сегодня, если свободы в 2012 году была одна на правом фланде, то сегодня величезный спектр на правом фланде. И это достаточно важный завдание для свободы, как борьба уже не просто одния партия, а уже между правами борьба программы. Давайте напомним зрителям сейчас те цифры, которые принесли нам социологи. Напомню, это не окончательные результаты, а всего лишь данные экзитполов. А вот насколько они будут отличаться от реальности прямо сейчас и узнаем. Если можно, дайте слайд, давайте цифры напомним. Итак, мы провели собственный соцопрос. Ну, не совсем мы, социологи. По заказу нашей программы, по заказу нашей редакции провели соцопрос. Так вот, согласно данным экзитпола, блок Петра Порошенко набирает практически 23% голосов. 19,7% у Народного фронта, 11% у партии Самопомощь, 9,9% оппозиционный блок, 6,6% радикальная партия Олега Лешка, 5,8% у Всеукраинского объединения Свобода и 5,7% Батькивщина. Социолог Ольга Балакирева с нами сейчас на связи. Да, да. Ольга, скажите, если можно, во-первых, объясните мне, где у нас связь с Ольгой. Да, Ольга, я вас слышу, но не вижу. Сейчас нам... Замечательно. Помогли нам наши режиссеры вас увидеть. Спасибо, что присоединились. Скажите, а вот цифры на 6 и на 8, они все-таки немножко отличаются. Чем вы объясните это различие? Вы знаете, мы данные собирали сегодня три раза. Мы еще собирали данные по состоянию на час дня. И они между собой несколько отличались. Это абсолютно нормальный процесс, потому что избиратель разный, активность разная. У нас всегда активность отличается в разных регионах, в сельской местности, в больших городах. Поэтому данные несколько колеблятся. По этим параметрами отличаются те... поддержка политических сил. Но я бы не сказала, что данные изменились существенно, потому что они все изменились в рамках того отклонения статистического, о котором мы говорили. И сохранился рейтинг политических сил, и мы не получили каких-то новых сил, которые могли бы пройти. То есть фактически все 7 политических сил, которые мы назывались, 6 часов, мы подтвердили их по итогам полной работы избирательных участков. Мы с вами в начале программы об этом говорили, но все-таки, может быть, кто-то к нам вот только сейчас присоединился. Вы не слышите меня, да? Есть. Ольга, слышите меня прекрасно. Мы начинали с вами, замечательно, мы начинали с вами с этого программы. Я хотел еще раз вернуться к этому вопросу. По вашим данным, по уточненным данным, по состоянию на 8 часов, какие партии точно проходят, вот согласно данным экзотполов, и кто все-таки в зоне риска, и кто точно не проходит? Давайте перечислим, чтобы зрители понимали, как трактовать эти ваши цифры. Лидером является сегодня, по данным экзотполов, блок Петра Порошенко, 23%, Народный фронт, 19,5%, Объединение самопомощь, 11,7%, Оппозиционный блок, 9,9%, Партия Олега Лешка, 6,6%. И дальше есть две политических силы, которые, как мы говорим, в зоне риска, поскольку они преодолели 5% барьер, но не достигли даже 6%. Это Объединение Свобода, 5,8%, и Батькивщина, по уточненным данным, 5,5%. И мы точно говорим сегодня, что не преодолеют 5% барьер сильная Украина, которая набрала 3%, Ромадянская позиция, которая набрала 3,3%, и Коммунистическая партия, которая набрала 3,3%. Спасибо большое. Пан Руслан, а как Вы можете прокомментировать то, что говорят сейчас социологи? Вы рассчитываете, что после подраконки голосов будет больше у Вас? Какая там внутренняя информация? Задай нам инсайд из штаба. Что там больше говорят в Соболе? У нас на всех дельницах будет подраконок. Мы имеем на всех дельницах членов дельничных комиссий, которые открылись и работают. Отже, я надеюсь, что подраконок будет честный и не будет этих зложиваний. Найбільше, насправді, зложиваний зараз стосується щодо мажоритарної складової. Тобто, еще раз можно подтвердить, что ця форма выборча є недостатньою. Надеюсь, что, бачите, это один экзит-полев, інший экзит-полев показует трошки выше показники. Там понад 6%. То есть Вы оптимистичны? Так, конечно, речь. Скажите, а ваша особистая программа для нового парламенту, ну окей, идуть комбати зараз в Раду, идуть в разных політичных силах. Чи будет един такой комбатский лоббі? Чи каждый будет в своем окопе? Я думаю, что все-таки нам нужно будет договариваться, и мы будем находить спільную мову. Для того, чтобы мы и в политику пошли, чтобы про что-то договариваться, и принять какие-то взаимные решения. Что изменить нужно? Все. Все. В первую очередь, коррупционную складовую, ну и провести реформы. Для меня это основная, это военная реформа, потому что я военный, вот, и для меня это кончено, необходимое. И надалее, это військово-патриотичное выхование молодьи. Сами будем заниматься в будущем. Дякую. Как голосовали в регионах, какие там были проблемы, ну и как голосовали за рубежом, и какова реакция мира? Все это мы узнаем сразу после рекламы в начале следующего часа. Дождитесь, пожалуйста. Вечер добрый. Мы снова в прямом эфире. Это подробности недели. Специальный выпуск. Ночь выборов. Представлю наших гостей. Пан Руслан Кошелынский, представник «Свободы». И мы ждем включения из Центра Сбиркома, если есть возможность. Так. Давайте мы разберемся. У нас есть возможность сейчас поговорить с Александром Кихтенко, председателем Донецкой обладминистрации, либо Центра Сбирком. Сложный сегодня день технически. Кто у нас на связи? Хорошо. Александр Кихтенко, председатель Донецкой обладминистрации, с нами на связи. Ну вот только что камеру буквально, по-моему, подсоединили. Слышит ли нас гость? Господин Кихтенко, вы слышите нас? Ну вот в эти минуты вы видите сложный эфир. Там налаживают звук. И давайте сейчас тогда в Центр Сбирком перенесемся, а потом поговорим с Донецком. Валентина Левицкая и с ней председатель Центра Сбиркома. Господин Охендовский, давайте в цирку передадим слово, узнаем последние данные. И будет возможность поговорить с председателем Центра Сбиркома. Дмитрий, добрый вечер. Вы меня слышите? Мы слышим и готовы вам даже слово передать. Пожалуйста. Итак, Дмитрий, как вы правильно заметили, у нас в эфире Михаил Охендовский, глава Центра Сбиркома. Мы можем ему задать вопрос. Итак, известны ли уже окончательные данные по явке избирателей в Украине? На данный момент обработаны результаты, предварительные результаты подсчета количества избирателей, принявших участие в голосовании, со 172 округов. И показатель явки составляет 52,59%. Я хотела бы вам задать еще вопросы о наиболее таких вот экстремальных случаях, которые сегодня происходили на участках. Итак, окружная избирательная комиссия номер 50, это Красноармейск Донецкой области. По поступившей информации, возле окружкома находятся некие вооруженные люди, а милиция пытается вывести всех наблюдателей якобы из помещения. Вам что-то известно об этой ситуации? Именно об этой ситуации у нас официальной информации нет. Сообщений из окружной комиссии мы пока не получали. Наоборот, по нашей информации, как раз в окружной комиссии все спокойно. Возможно, подобного рода проявление имеет место на отдельных избирательных участках этого округа. И в этой связи хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия, к сожалению, прогнозировала подобного рода проявления. И мы информировали как избирательные комиссии, так и правоохранительные органы, в том числе и подразделения вооруженных сил, подразделения службы безопасности Украины, о возможности подобного рода проявления. Безусловно, присутствие вооруженных лиц в непосредственной близости от избирательных участков, от помещений окружных избирательных комиссий, а уж тем более в самих этих помещениях является абсолютно недопустимым. И если подобного рода лица будут пытаться присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, оказывать давление на членов комиссии, вообще в принципе входить в их помещение с оружием, то правоохранительные органы должны реагировать незамедлительно, выводя таких лиц из помещений избирательных комиссий. Теперь вопрос о 217 округе. Это Абалонский район города Киева. По нашей информации, там до 16 часов не работал центральный сервер, и это якобы не были технические проблемы, а были некие политические игры, опять же, главы окружной комиссии. А потом говорили о каких-то тетушках, которые якобы появились там в этой комиссии. Что вам известно, и какова ситуация сейчас там? Ну, во-первых, мне известно то, что ни в одной окружной избирательной комиссии, в принципе, не существует центрального сервера. Сервер системы выбора существует исключительно в центральной избирательной комиссии. Определенные проблемы организационного характера в работе 217-й комиссии действительно имели место. На данный момент, по нашей информации, комиссия полностью готова к приему протоколов участковых избирательных комиссий, и мы ожидаем, что она будет работать так же, как и все остальные окружные избирательные комиссии. То есть, можно сказать, что таких форс-мажоров, которые могут повлиять на срыв выборов, в Украине пока нет? Ну, в Украине, в целом, наверное, говорить о форс-мажорах в принципе не приходится. Что касается 217-го, то, безусловно, понятен политический компонент противостояния, которое там происходит. Там есть два очевидных лидера электоральных симпатий, которые очень жестко, иногда, может быть, на грани фола, а может быть, и за грани фола конкурируют между собой. К сожалению, в эту конкуренцию иногда оказываются втянутыми и избирательные комиссии. И я думаю, что нашим коллегам и из окружной комиссии, и из участковых комиссий хватит чувства ответственности и просто мудрости для того, чтобы не дать втянуть себя в подобное противостояние и честно посчитать голоса, которые избиратели уже отдали на выборах за этих кандидатов. Большое спасибо, Михаил Владимирович. С нами в эфире был глава Центра избиркома Михаил Ахендовский. Ну, а я напомню, Валентина Левицкая в Центр избиркоме в прямом эфире в режиме реального времени следит за всеми событиями, ну, и за подсчетом голосов, я так понимаю, что вот уже первые протоколы начинают Центр избирком подсчитывать. Если есть возможность, давайте к Донецку вернемся. Мы пытаемся наладить связь все это время с Александром Кихтенко, губернатором Донецкой области. Господин Кихтенко, слышно нас? Так, Ива Шуев. О, добре, добре, добре. Дякую, что приедналися. Добре, что звездок наладили. Скажите мне, будь ласка, как у вас проходили выборы, и мы сегодня с ЦВК говорили про проблемные округи. Насколько у вас проблемными есть тот самый 50-й, тот самый 59-й? Ну, на сегодняшний день по оператору апеллятивного штаба, по оператору, деяки контролюють в ход виборчий процесс. Я могу сказать, что организованно прошли выборы, была безопасна безопасность граждан, была надана возможность им проголосовать. И при этом великих эксцессий на выборчих участках не было. Були дребні конфликты, на которые своевременно реагировала милиция, соответственно, закон о выборах. И именно работники милиции обеспечивали безопасность на всех выборчих участках. А у вас есть какие-то вопросы к губернатору Донецкой области по Донецку, по проблемным округам? Да, пану Александру, будь ласка, мы готовы вас почути. Продолжите, будь ласка. Продолжение следует... 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 Чтобы выборы прошли спокойно. И, в принципе, по Луганской области тиша. Даже не удивляюще, что нам не дали проголосовать. Продолжение следует... Господин Кихтенко, мы пытаемся... У нас сложная связь сейчас с Донецком. Скажите, вот 50 и 59 округа. Вы начали отвечать. Если можно, расскажите нам, что там за проблемы с этими округами? Продолжение следует... Продолжение следует... Так что я не видите... Все, что там, ну, я не буду не проходить! Война, чтобы не было 50... Якщо говорить о 59 округ... Хорошо, что то были Одессивные костровы в этой округе. Были сменены cuadрячие целевой ставки. Иoffр bios honoring... И в Зологирске, он был перемещен и был в т conditions安全 such as коментар jullie семейные уборцы в Великой Новосилке. ТОМ... Окружная выборча комиссия их работает... Глава на месте там, соверной выборчкой тоже на месте, так что я не вижу там никаких проблем. Спасибо большое, у нас Данятов был на связи, Александр Кихтенко. У меня до вас упох запитание. Скажите, пожалуйста, я поделился статистику сьогодні на передодні эфиру. Институт Горшенина проводил опитывания, и 30% десь украинцев сказали, что если их не влаштует новая Верховная Рада, ну, Рада, яка щойно выбрана, они готовы снова выйти на Майдан, снова требовать изменения, снова требовать... Вы чувствуете, вы верите в то, что может быть третий Майдан? Конечно, речь. Тобто, что породила Революция Гидности? Відчуття повернення свободолюбивості. Тобто, ген свободы в украинцах найактивнейший. Зауважьте, 16 вересня ухвален закон про люстрацию, підписанный, здається, в действие вошел 13-14 жовтня. За цей час, коли без влади закону немає, відповідно, люди вигадують свій закон. Ну, немає порожнечі. Запит великий, а наймані працівники його не втягли. Що може статися в державі, щоб був третий Майдан? Як тільки влада не буде відчувати громаду і не буде відповідати його запиту, то громада буде діяти адекватно. Це показав Майдан. Як тільки влада не відчуває акупунктуру повністю все, тоді буде зовсім по-інакшому. Тоді завдання не виконане. І громада буде в свой спосіб втілювати так, як вона це бачить. З перегивами, чи не з перегивами. Але вона буде це забирати. Тобто, відповідно, це має місце. Тобто, ці цифри цілком. Люди відчули, що нарешті вони можуть впливати на владу. Виходячи на вулицю, демонструючи, будь-яка влада боїться двох речей. Це засоби масової інформації і люди на вулиці. Якщо люди виходять на вулицю, значить є проблема. А влада має на це реагувати. Не реагує, буде ще жорсткіше. Тоді цілком може бути третій. Наскільки реальний третій Майдан? Як ви думаєте, буде ли довго народ терпеть, якщо буде ілюстрація, і це ілюстрація буде виборчна? Якщо будуть дальше ті жі, власні будуть брати взятки, ті жі, чи навіть ще більше? Народ терпеться довго не буде. Він знову їх викинє. Переломає просто власть через колено і все. Дорогі співвітчизники! Вітаю вас зі святом демократії! Щойно закрилися виборчі дільниці, на яких десятки мільйонів громадян обирали нову Верховну Раду. Виборча кампанія і день голосування відбулися чесно, демократично, прозоро, з високим рівнем політичної конкуренції. У відповідності з європейськими стандартами пройде і підрахунок голосів, який щойно розпочався, і я дуже сподіваюся, що дуже швидко закінчиться. Результати екзитполов дають підстави зробити перші висновки. Недалі як вчора я просив вас проголосувати за демократичну, реформаторську, проукраїнську та проєвропейську більшість. Дякую, що почули. Дякую, що підтримали цей заклик. Конституційна більшість, понад три чверті виборців, які взяли участь у голосуванні, потужно та безповоротно підтримали курс України на Європу. Українська влада, яка йшла на вибори кількома колонами, отримала переконливий вотом довіри від народу. І списки провладних партій набрали більше 50%. Такого рівня підтримки на парламентських виборах українська влада не здобувала ще ніколи. Та я розумію, що це кредит, який ми важкою та самовідданою працею ще довго маємо повертати людям. Не може не тішити і той факт, що більшість виборців висловилася за ті політичні сили, які підтримують мирний план президента. Шукають політичних спосіб регулювання ситуації на Донбасі, приділяючи при цьому належну увагу зміцненню наших збройних сил. В явній меншості залишилися прибічники силового вирішення ситуації. І взагалі всі демагогії та популісти, які намагалися звабити виборців простими рецептами для лікування надзвичайно складних проблем, які зараз стоять перед державою. Люди проголосували за політичну більшість з потужним реформаторським потенціалом. І ще один дуже важливий символічний підсумок. Народний суд, вище якого лише суд Божий, виніс смертний вирок комуністичній партії України. Вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів. Я вас вітаю всім. І українці завдали вирішального удару по п'ятій політичній колонії. Справедливість восторжествувала і щодо партії регіонів, яка взагалі не змогла взяти участь у виборах у зв'язку з повною втратою довіри виборців. Вибори – це найкраща люстрація, я завжди це казав. І дорогі співвітчизники, результати екзитполів показують, що я не помилився, приймаючи рішення про позачергові вибори парламенту. І коли за кілька днів вже побачу офіційні дані, напевно зможу сказати, що я як президент задоволений під сумками голосування. Перезавантаження влади завершується. І зволікання зараз з реформами смерті подібне. Тому я очікую якнайшвидшого формування нової коаліції. І хоча це обов'язок політичних партій та народних депутатів, як президент не буду стороннім спостерігачем. Я максимально прискорюватиму цей процес, який має завершитися формуванням нового уряду та ухваленням першого пакету реформаторських законів. Моя команда вже підготувала ґрунтовний проект коаліційної угоди. Вона не про посади. Вона про принципи та ідеали. Про реформи та конкретні закони. Вона про зміни на краще для всіх та кожного. Дорогі українці, безмежно дякую вам за підтримку демократичного курсу. Ще раз вітаю з Днем справді народного волевиявлення. Час єднатися за Ради Вітчизни. Слава Україні! Дмитрий, буквально... Да, я как раз хотел спросить, какие настроения и о чём вот сейчас говорят в кулуарах? Назовують ли какие-то кандидатуры, видят ли уже Яценюка будущим премьером? Да, Дмитрий, вот буквально несколько минут тому назад завершился брифинг премьер-министра Арсения Яценюка. А в целом он должен был быть здесь еще в 8 часов. Но вот как нам стало известно, вместо того, чтобы приехать в штаб, Арсений Яценюк поехал встречаться с президентом Петром Порошенко. О результатах встречи он рассказал как раз только что на брифинге. По словам лидера Народного фронта, он готов формировать коалицию с президентской силой. И основанием для формирования такой коалиции должно стать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Конечно же, главный вопрос, захочет ли Арсений Яценюк сохранить за собой кресло премьер-министра, на этот вопрос он не ответил, так как по окончанию брифинга сразу же уехал, не став отвечать на вопросы журналистов. А так как как ранее на брифинге сообщил еще один лидер Народного фронта Александр Турчинов, он не видит в премьерском кресле больше никого, кроме Арсения Яценюка. А в целом как раз именно закрепление кресла премьер-министра за лидером Народного фронта, скорее всего и станет предметом торгов формирования коалиции между Народным фронтом и блоком Петра Порошенко. А также по некоторой информации Народный фронт может предложить президентской силе и оставить в кресле министра внутренних дел и министра финансов. Арсений Яценюк также только что обратился к Центральной избирательной комиссии, попросил как можно скорее опубликовать предварительные итоги голосования, и это должно стать сигналом для начала формирования коалиции. А в целом на данный момент это вся информация, будем дальше следить за новостями, которые будут появляться в штабе Народного фронта. Спасибо, у нас штаб Народного фронта был на связи, там напомню Алексею Пшимиски. Знаете, у меня вопрос к вам обоих. Кажет наш корреспондент из штаба Народного фронта, что блок Петра Порошенко и Народный фронт ведут коалиционные разговоры, коалиционные какие-то перемоги. А какое место свободы, какое место радикальной партии в этом процессе? Вы видите себя в коалиции, вы видите себя в переговорах? И вообще, про что вы сейчас думаете? Что для вас номер один, что для вас номер один сейчас? Во-первых, нужно все-таки, чтобы приехали мокрые печатки. Ну а дальше, если будет предложена сотрудничество, как говорил пан Ляшко, что мы готовы сотрудничество с любой силой демократичной. То есть вы готовы к коалиционных перемогам? Конечно. Мы открыты. К любых перемогам. А на что будете принадлежать, какие условия? Пока же час. Пан Руслан. Отже, основная программа, то есть, которая будет коалиционные разговоры, врахованы, скажем, думки, националистические думки, которые представлены в программе свободы. Это будет засадочное вопрос. Я думаю, что, с глядом на позиции, которые сегодня задекларировал президент, а мы сейчас говорим о том, что неймоверным достигнением и правом, тем, что сегодня произошло, это усунение людей-нависницкой идеологии из парламента. Нема коммунистической партии. Мы про коммунистов как раз будем говорить с вами. У нас сюжет далее есть. Я попрошу вас. Конечно, речь. Мы готовы, свободы готовы до подписания коалиционной угоди. Сейчас требует текст, оприлюднение текста, чтобы это было видно. А ваша умова, ваша цена? Умова, цена. Тут нема в цене. Тут в скорости мае быть. Чем быстрее запрацует парламент, чем быстрее запрацует новий уряд, тем быстрее будет действие. Будет затяжение, будет проблема. Ван Сергей, я знаю, что у вас дали инши эфиры. Я вам маю подяку. Подякую, что было и в нашей студии. Подякую за то, что на фронте было, и вы и ваши хлопцы. Мы продолжаем. И, наверное, один из главных результатов этих выборов, ну, как бы там социологи не трактовали цифры, но уже сейчас понятно, что коммунистической партии в новом парламенте не будет. Украина шла к этому долгие годы. Вениамин Трубачев об окончании коммунистической эпохи. Крущевки, полуразрушенный дом быта и закрытые магазины. Ничем не примечательный поселок в Харьковской области, если бы не название. Коммунист. Здесь до сих пор кое-кто голосует за красных. Да, за коммунистов, конечно. Мы же коммунисты получили. Коммунисты нам и квартиры дали, и все дали. А что зараз дает? Я хотел вас, что он дает? Скажите, пожалуйста. Старшее поколение ностальгирует по прошлому, а вот молодежь о коммунистах вообще ничего не знает. А кто это вообще такой коммунист? Человек мне... Была война, и все. А потом СССР распалась, и все. Начинается новый век. Митинги коммунистов – это сплошное дежавю. Вот кадры хроники. Красные флаги, песни о трудовых достижениях и звонкие лозунги о равенстве. Так было в СССР. Точно так же в независимой Украине. Только участников таких парадов стало намного меньше. Правда, слова Ленина и через столетия вечно жилы. Партию мы должны принимать воров, лакеев, пауперов, босяков и проституток. Но, разумеется, они должны поступать в нашу партию, а они наоборот. И сейчас то же самое. Там одни люди в этой партии, которые не хотят ничего делать. Не хотят. Не хотят потякать и дурацить НАТО. В этом году коммунистам отмечать годовщину Октябрьской революции придется, скорее всего, без размаха. И без своего привычного места поклонения. Поклоняться уже некому. Во времена Майдана памятник Ленину в Киеве сбросили с пьедестала. После этого гранитного Владимира Ильича растащили на сувениры. В Украине начался Ленинопад. Ленина повалили в Сумах, Житомире, Полтаве, Хмельницком, Днепропетровске, Харькове. В общем, все города и не счесть. То, что памятник Ленинопад, конечно, это, может быть, и надо делать. Ну, парочку хотя бы оставили, поскольку и мою фамилию написали. Александра Склярова иногда называют киевским Лениным. Актер поддерживает снос памятников. И, несмотря на амплуа, он ярый противник коммунизма. Я коммунистом никогда не был. И, как говорится, голосовать, конечно, я не голосовал, потому что я демократ. И, как говорится, я люблю правду, истину, брехнюю не люблю. Репутацию бессменного лидера украинских коммунистов Симоненко в этом году изрядно подмочили. У него обнаружили дом стоимостью в миллионы долларов. А во дворе был припаркован дорогущий Астон Мартин. Теперь борца за права трудящихся преследуют активисты. Очень стыдно, что если вы будете спать, очень надеюсь, что... А кто? Надеюсь, что в парламенте вы не пройдете. В Украине Симоненко критикует капиталистическую Европу. На это не мешает ему там отдыхать. Вот фото из Австрии, а еще чаще он летает в Испанию. В парламенте прошлого созыва фракция коммунистов распалась. Ретин приближается к нулю, а сейчас идут суды о запретах Компартии в Украине вообще. Мне кажется, что эти вещи нужно доводить до конца. Это нужна речь, потому что идеология коммунистичная, это идеология с фашизмом на одному поверхности находится. Коммунисты отвечают традиционно. Это происки капиталистов и гонения они не боятся. Мы будем снова бороться за восстановление коммунистической партии. Если придется, мы создадим новую партию с теми же идеями и будем продолжать борьбу. На этом свет Клином еще не сошелся. Компартия уже была под запретом в начале 90-х. После двух лет работы в подполье Красным снова разрешили идти в парламент. Это таки этавизм, який дуже давно себе пережив. Это какие-то мощи, який встают и ходят, гальванизуют без кинца. Это Франкенштейн. Но и так, что иначе, это подпитка совка. Такий коммунизм до ревня совок. Биография Ленина с иллюстрациями. Вот такие коммунистические значки, вымпелы. Все это уже история и музейные экспонаты. Конечно, можно и по-другому. Взять и разрушить все советские памятники и сжечь красные флаги. Но это слишком просто. Намного сложнее изменить у людей в обществе совковое мышление. В поселке коммунист с атрибутами коммунистического прошлого уже распрощались. Поснимали даже дорожные знаки. Осталось сказать «прощай» названию. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Вениамин Трубачев, Иван Нашхиндер, Лидия Калинина и Геннадий Вивденко. Подробности недели телеканал «Интер», Киев, Львов, Харьков. Подробности недели продолжаем. У нас только что появилось включение. Мы можем поговорить с одним из лидеров оппозиционного блока, господин Вилкул. Вечер добрый. Скажите, как у вас проходили выборы? Какие замечания, какие впечатления? Добрый вечер. Здравствуйте. Вы видите, я с вами общаюсь из Днепропетровска, не из киевской студии. Я немножко позже объясню почему. Но в первую очередь я хотел бы сейчас обратиться к жителям своей родной Днепропетровщины, к жителям всех промышленных регионов нашей страны, которые, несмотря на давление, запугивание, присутствие вооруженных людей, как в Донбассе на избирательных участках, или стрельбу, как в Кривом Роге сегодня перед окружной комиссией, пришли на выборы. Вы настоящие герои. Вы пришли сегодня отстоять свое право на мир, право на жизнь в единой стране, на стабильную работу и стабильную заработную плату. И мы вас не подведем, как никогда не подводили. О какой чистоте можно выборов вообще говорить, если эти выборы по беспределу уже побили все рекорды? Вот на Днепропетровщине за период избирательной кампании более 500 зафиксированных нарушений, а сегодня около 200, начиная от попыток каруселей, выноса бюллетней из избирательных участков, заканчивая стрельбой в Кривом Роге, как я уже сегодня говорил. И нахожусь я в Днепропетровске сейчас как раз за тем, чтобы защитить голос каждого человека, который проголосовал право на свободное волеизъявление. Мы сегодня работаем, сейчас и будем всю ночь работать во всех участковых избирательных комиссиях, окружных избирательных комиссиях. Здесь очень много международных наблюдателей, и мы будем бороться за каждый голос. Спасибо большое, мы вас услышали, Александр Вилков был с нами на прямой связи. Для того, чтобы попрощаться с нашим гостем, пан Руслану, у меня очень короткое вопрос, я вам буду дякувать, что пришли. Скажите, мы с вами разом подавили сюжет про коммунистов. Ваше ощущение, это на завжди, как больше не будет в истории Украины, или повернуться. Есть шанс? На завжди. Золю на те, что нет символов. Доброе, вот вы видели на экранах, как скидали. Вот как раз человек, который крутил этот первый, так сказать, момент, это министр Российского государства Швайка, который скидал памятник Ленина на Бесарабце. Вот это основа. Нет символов, нет радянской влады, нет Ленин, их больше никогда не будет. Оптимистично, дякую, еще пришли. Дякую, это наекрасиво. Мы продолжим, у нас есть еще одно включение, если можно, да, у нас есть штаб Батькивщины, там Катя Лысенко готовится прямо вот сейчас, в эти минуты, к включению. Катя, а мы уже вас видим, слышим, мы хотели бы услышать, как комментируют последние результаты в штабе Батькивщины, ну и во-вторых, вот внутренняя информация, если была возможность поговорить с кем-то из депутатов, как комментируют будущие кадровые назначения, будущую коалицию. Пожалуйста. Катя, мы не слышим вас, если можно, давайте вы наладите, да, вы наладьте звук, пожалуйста, мы в любую секунду к вам вернемся. Извините, сложный сегодня эфир, много точек, много информации, которую хочется вам рассказать, ну, видите, у меня уже просто даже огромная распечатка текстов в руках собралась. Есть важная тема, о которой я сейчас бы хотел с вами поговорить, но потом вернемся к тому, что в штабе Батькивщины происходит. голоса из оккупации. Выборы в Донецкой области прошли только в некоторых округах, выборы в Луганской области только в шести из одиннадцати. По оценке Центризбиркома проголосовать не смогли около трех миллионов жителей Донбасса. Они находятся на оккупированных территориях. Многие даже не знают, что сегодня выборы. Многие хотели бы проголосовать, но просто физически не смогли это сделать. И вот моя коллега Валентина Левицкая о том, что думают о нынешней избирательной кампании, там, где хозяйничают террористы и российские военные. Без газа, света и воды уже пять месяцев выживает поселок Спартак. В нескольких километрах Донецкий аэропорт, за который идут ожесточенные бои. Здесь уже научились отличать, где стреляют и из чего стреляют. Пока далеко нужно успеть приготовить обед и нагреть воду. Кипяток в пластиковых бутылках вместо батарей спасает от холода. И снова прятаться в подвал. Теперь это их постоянное жилье. Ну невыносимо так жить. Дети дергаются уже. У меня уже внук знает, кто, нет, с какого оружия стреляют. Мы пошли вчера в городе напомнили, бабушка, а это короче гаубица, это дочка у, четыре года ребенку. В этой ежедневной борьбе за выживание не до выборов. Но буквально в нескольких километрах отсюда, в самом Донецке, люди все-таки интересуются, что же там на большой земле. И жалеют, что проголосовать не могут. И у меня сейчас такое ощущение, как описано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». А жизнь вместе с автопробегом проносилась мимо них. Я не могу выразить свое мнение, изъявить свою волю. И я ни на что, получается, так не могу повлиять. Ни на будущее моей страны. Ни на будущее моей маленькой родины, моего Донбасса. Теоретически жители оккупированной части Донбасса могли бы выехать на освобожденные территории и проголосовать там, без всяких справок, только по паспорту. Центр даже специально упростил для них процедуру. Но и такая возможность для большинства, даже самых политически активных и смелых, оказалась далека от реальности. Водителям приходится объезжать по наиболее безопасным районам. А это риска увеличивает километраж и, соответственно, стоимость подобной поездки. И сумма, которой все это выливается, лишает всякой возможности нас поехать, потому что денег у нас нет. И денег в регионе не платят с июля месяца. И есть куда ехать, и есть к кому. Но жаль бросить то, что осталось от родного дома. А за что ехать? И куда? И куда? Ну дети зовут, ну и что, куда я доеду? Это уже Луганская область, поселок Ломоватка. Он попал под перекрестный огонь боевиков ЛНР и украинских военных. Четыре человека ранены. Галки, Гах, это самое, живот там прострелила голову. Ее мужу ноги, ноги кисть перебила. А рядом бабушка там это глаз выбила. В Луганской области и в самом областном центре, в отличие от Донецка, парламентскими выборами практически не интересуются. Так, во всяком случае, утверждают наши источники. Хотя и здесь, наверное, есть те, кто хотел бы поставить галочку в бюллетене. Да не могут. Для всех луганчан абсолютно четко понятно, что то, что произойдет в Киеве сейчас, к ним отношение имеет очень отдаленно и на их судьбы влиять практически не будет. То, что Украина все-таки проводит такие выборы и не дает фактически проголосовать трем миллионам, как минимум, на мой взгляд, своим гражданам, этим Киев легитимизирует это состояние дел. И мне кажется, это роковая ошибка. На оккупированных территориях Донбасса оказались почти три миллиона избирателей. И только 31 тысяча смогли выехать оттуда, чтобы зарегистрироваться на территории подконтрольной Украине. Сегодня им пришлось снова вырываться на большую землю, порой рискуя жизнью, чтобы сделать свой выбор за будущее Украины. Валентина Левицкая. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжаем. У нас наладили связь со штабом Батькивщины. Там, напомню, Катя Лысенко. Ну, ее прямо сейчас и узнаем. Что говорят представители одной из партий, которая явно прошла в парламент. Что говорят о своих результатах. Что говорят о будущей коалициаде. Катя. Да, Дима. Ну, говорят в штабе немного, можно сказать совсем немного. Вот последняя информация и, пожалуй, единственная о политическом будущем Батькивщины в новом парламенте была от Юлии Тимошенко. Она вышла на брифинг, как только закрылись избирательные участки. И все, что она сказала, выборы состоялись. Что люди доверили власть двум партиям. И в период за 23 года народ выбрал проевропейские силы. И ее политическая сила будет с теми, кто будет проводить реформы. Будет ли Тимошенко в коалиции? Будет ли коалиционное соглашение? Об этом лидер Батькивщины не говорила. Не говорили об этом и в штабе. За три часа здесь не было брифингов никаких. Вот только в 11 часов вышли новые лица. Так сказать, это новые депутаты, которые пройдут Верховную Раду. Но они уже говорили не о политике, не о политическом будущем, не о будущем премьере. Они говорили о тех реформах, которые будут проводить они. Прежде всего, это судебная реформа. На сегодня уже штаб Батькивщины завершил свою работу. Здесь больше никакой информации мы не сможем получить. Все обещают завтра. И тогда, возможно, будут новые оценки и от деполов, и цифр. И, возможно, в будущем в коалиции, либо нет в коалиции. Все завтра. Катя, а о чем это свидетельствует? О том, что вот этот результат 5,7 Батькивщина неуверенно проходит, не проходит? Именно поэтому так мало информации, так мало интервью. Какое у тебя просто внутреннее ощущение, как у человека, который там внутри находится? Ну, по моим ощущениям, мне кажется, что Батькивщина все-таки надеялась на более высокий результат. И вот, несмотря на то, что Тимошенко сказал, что она не разочарована, все-таки мне кажется, что в ее политические силы есть разочарование от такого вот низкого, хоть и предварительного результата экзитбола. Спасибо. Ну, я думаю, у любого политика есть разочарование цифр. Как бы высоки не были эти цифры, все равно хотелось бы, чтобы они были выше. Ну, то же самое из облоки Петра Порошенко, можно сказать о Народном фронте и обо всех остальных. Давайте еще одно включение дадим. У нас Харьков есть на связи. Лида Калинина там. Лида, насколько сложно у вас проходили выборы? Были ли ситуации, которые можно прямо квалифицировать как нарушение, как злоупотребление, как попытку фальсифицировать выборы? Добрый вечер, Диман. В Харьковской области, поскольку она рядом с зоной АТО, предрекали на выборах провокации и даже теракты, до голосования прошло в обычном режиме. Правда, без инцидентов не обошлось, однако они скорее должны были запугать избирателей. Ночью якобы заминировали Харьковскую школу, в которой расположены три избирательных участка. А за 15 минут до начала голосования еще и больницу в Новодоложском районе, там также находится избирательный участок. Не там, не там взрывчатку не нашли, но вот голосование в больнице пришлось начать позже из-за проверки. А школьного минера милиция задержала в этот же день, то есть уже днем задержала, оказалось пьяный мужчина, просто решил пошутить. В другой школе в Харькове уже днем двое мужчин пришли на участок с автоматом Калашникова и магазинами, полными патронов. Оружие прятали в рюкзаке, якобы представились корреспондентами и даже сами вызвали милицию, когда заметили какие-то нарушения. Ну а те обратили внимание на заявителей и решили их обыскать. Их двоих забрали, запаковали все содержимое, кулек и увезли. А там оказалось доверенное лицо депутата какого-то действующего. Задержанные якобы сообщили милиции о том, что в подвале школы гранаты. И это оказалось правдой. Откуда она там взялась, следователи до сих пор выясняют. Массовых нарушений на участках наблюдатели не заметили. Задержан один мужчина, который пытался купить голоса. Правоохоронцы затримали людину, яка сплачивала выборцам 200 гривен до захода на дельницу. И обещала еще 200 гривен после, если эта людина или люди проголосуют за конкретного кандидата. Вместе с харьковчанами сегодня голосовали беженцы из Донецка и Луганской области. Около двух с половиной тысяч человек. А в военном госпитале раненые солдаты. Правда, раненые смогли проголосовать не все. Списки поступали до среды. Поэтому те, кто попал в госпиталь позже, право голоса на этих выборах лишились. Там, где наиболее новых прозвищ молодых в списках. Ну и те люди, которые там, я, звичайно, что себе там не заплямывали. Яки себе десь там показали честными. Ну, так старался, так выбирать. Сегодня и мэр Харикова Геннадий Кернес на избирательный участок. Он приехал в инвалидной коляске. Накануне в соцсетях активно распространяли информацию о том, что мэр якобы умер. И вот сегодня все могли бы очень убедиться, что это не так. И в Харьковском СИЗО сегодня проголосовала скандальная экс-мэр Славянска Нелли Штепа. Она прославилась поддержкой сепаратистов, когда те захватили Славянск. Сейчас она фигурант уголовного производства подняла о сепаратизме. Пришла на избирательный участок Нарядная в белом платье, но с журналистами общаться отказалась. Ну, а сейчас в Харькове уже закрылись все участки. Идет подсчет голосов. И уже утром увидим первые официальные результаты и узнаем, как проголосовали харьковчане. Дима. Спасибо, Лидия Калинина была с нами на связи из Харькова. Есть информация, которую мы буквально только что, даже не столько получили, сколько перепроверили у западных дипломатов. Так вот, посольство, которое мониторит ту же ситуацию, сообщают в своей столице. По их данным, явка составила чуть больше 51%. 51,5%, мне кажется. Порядка 52% насчитал на данный момент центр избирком. Так что, в принципе, вот эти данные коррелируются. Далее, Евгений Киселев на нашей дополнительной площадке, на нашей второй сегодняшней площадке, в штабе блока Петра Порошенко. Евгений, скажите, штаб Батькивщины уже закрылся. Вот буквально там 5 минут назад говорили, что Катя Лысенко там чуть ли не мебель выносят. А как в штабе победителей? Какая там атмосфера? Ну, вы знаете, мебель здесь еще не выносят пока, но есть ощущение, что штаб завершает работу на 12 ночи, я имею в виду, назначен некий итоговый брифинг. Но едва ли на нем что-то будет сказано революционное, новое. Боюсь, что будет повторено то, о чем уже сегодня много раз говорилось. И здесь практически никого ни из политиков, ни из высокопоставленных сотрудников штаба Петра Порошенко, я имею в виду, блока Петра Порошенко, не видно. Да и похоже, что многие журналисты уже отправились либо обратно в свои редакции, либо просто по домам. В общем, картина более-менее ясная. И те, кто здесь обстался, говорят, да. В общем, все понятно. С одной стороны, так называемые партии Майдана получили в новом составе парламента абсолютное большинство. Я говорю так называемые, потому что, конечно же, в чистом виде партия Майдана не сохранилась. Батьковщина, объединенная позиция Батьковщина раскололась на народный фронт и, собственно, Батьковщину. На Майдане еще не было блока Петра Порошенко, а теперь он есть, и удар вошел внутрь него. Ну и так далее. Свобода, она вообще решала вопрос о выживании. По-моему, там сейчас уж где пьют шампанское, так это наверняка у свободовцев в штабе, потому что им удалось преодолеть, пока, во всяком случае, похоже на то, что они преодолевают 5-процентный барьер. На это надежд было мало и, наоборот, наверное, очень грустное настроение в штабе Батьковщины. Знаете, плюс-минус 1% ошибка в экзитполах, она может для Батьковщины обернуться тем, что они просто не будут представлены в новом составе парламента. А дальше множество вопросов. Дальше начинается реальная политика. Что бы ни говорили те, кто выступал сегодня здесь, в штабе блока Петра Порошенко, что бы ни говорили те, кто выступал в штабе Народного фронта, потому что по-прежнему непонятно, какая будет коалиция, кто будет премьером, кто займут ключевые посты в новом составе правительства. Я думаю, что тут очень многое зависит, и здесь и оставшиеся журналисты, в том числе и иностранные журналисты, и дипломаты, и наши с вами украинские коллеги в этом смысле, в общем, единодушны. Надо, конечно же, дождаться результатов выборов по одномандатным округам. Потому что, глядишь, блог Петра Порошенко добавит очень много голосов того, что он не получил по партийным спискам, и тогда картина будет чуточку другая, чем она видится сейчас. Вот примерно так, Дмитрий. Спасибо, Евгений Киселев. Был весь сегодняшний эфир с нами на связи. Евгений, спасибо большое за вашу работу, но и отдельное спасибо просто от меня за вопрос Петру Порошенко в прямом эфире. Мы это все транслировали в прямом эфире. Огромное вам спасибо за вашу помощь, за то, что были на нашей второй площадке. Мы продолжаем. Вера Ульянченко, Александр Кужель в нашей студии. Добрый вечер. Рад вас обеих видеть. Мы вынуждены сейчас прерваться на рекламу. Мы продолжим ровно в следующем часе, ну и в этом часе поговорим о том, что происходит с выборами, о том, какова ситуация на участках, а еще, как голосовали за рубежом и как там оценивают эти выборы. Вечер добрый, мы в прямом эфире. Это подробности недели. Мы продолжаем. У нас сегодня необычный проект, ночь выборов, когда, ну, на самом деле, искренне вам скажу, сложно предсказать, что будет каждую последующую минуту в эфире. В любом случае, я уверен, что гости к нам уже приехали. Гостей я могу представить. Александр Кужель, представитель Баскевщины, Вера Ульянченко, партия «Заступ». Спасибо большое, что к нам приехали, несмотря на поздний час. Я готов буду с вами сейчас поговорить. Буквально через несколько минут у нас есть сейчас на связи Мариуполь. Там Вадим Мукасиенко, председатель окружной избирательной комиссии. Это 57-я комиссия. Вадим, спасибо большое, что дождались. Я хотел вас спросить. Мы, у нас, ну, на самом деле, внимание все приковано к Мариуполю, потому что прифронтовой город, потому что город, где ситуация сложная, где обещали, ну, дай бог, чтобы этого не было, но тем не менее, были прогнозы, обещали и теракты, и провокации. Какая у вас ситуация? Какая у вас обстановка? Как сейчас у вас? Добрый вечер, студия. Сейчас у нас спокойно. Ждем представителей участковых избирательных комиссий с итоговыми протоколами. Ну, начинался день не совсем спокойно. В 8 часов утра по открытию открылись все 116 участковых комиссий, входящих в наш 57-й избирательный округ. Ну, были звонки из комиссии с восточной окраины города о начавшихся обстрелах. Ну, правда, потом или привыкли люди, или прекратились обстрелы. И пошла такая, ну, штатная работа. На данный момент цифры явки отправлены в ЦВК, и идет обработка протокола участковой комиссии, подтверждающих эти цифры. А у вас есть вопрос? Пожалуйста. Какая явка по Мариуполю? Какая явка по Мариуполю? Александр Кужин спрашивает вас, какая явка по Мариуполю? Какая явка? Я слышу, да. Значит, я узнаю, Александр Кужин. Явка по Мариуполю составила около 30%. Спасибо. Ну, имеющих права. Да, по голосу узнал. Ну, и вы представили. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами на связи. Показать 30%, явка по Мариуполю. Ну, в этих ситуациях, в боевых ситуациях, в принципе, 30% это тоже хорошо. Спасибо большое. Давайте вернемся к разговору. Александр, скажите, я понимаю, что вот где-то буквально там в течение часа вы должны получить, ну, Батьковщина должна получить результаты параллельного подсчета голосов. Вы ожидаете, что цифры будут отличаться от того, что принесли экзитполы? Ну, во-первых, я хочу сказать, что штаб не закрыт. Как там говорили, это пресс-центр, журналисты расходятся. Штаб работает полностью, и все депутаты работают. И кроме этого, мы на связи постоянно и со всеми областными организациями. У нас все депутаты закреплены по областям. Мы прозваниваем до районов. Наверняка вы знаете цифры. Чего вы ждете? Ждете ли вы цифры отличных результатов экзитполов? На самом деле, чего мы ждем, да? Мы все, по-моему, вся страна ждет обновления власти, ждет нового парламента. Поэтому мы достаточно, у нас нету никакой нервозной ситуации, посмехиваний там или истерик. Мы очень уважаем выборы украинского народа. И абсолютно всем благодарны за участие в выборах, а особенно своему избирателю низкий поклон. И мы единственное ставим задачу – каждый голос сохранить. Потому что одно дело – проголосовать, а одно дело – голоса сохранить. А есть какие-то попытки распущить ваши голоса? Ну, сказать, что что-то резко изменилось от выборов, которые были раньше, невозможно. Но, во-первых, первая отличительная черта, я не знаю, говорили у вас здесь или нет, наверное, за все выборы в парламент – это самая низкая явка. И это надо признать, и это надо делать всем политикам выводы, насколько вот эта вот политика унижения парламента и разочарования людей в той политике, которая пришла после Майдана, в общем, имеет достаточно серьезную ситуацию. Во-вторых, для себя команда Батькивщина ставила задачи и ставит одни и те же. Скажите, вы в коалицию пойдете? Вот главный вопрос. Люди нас смотрят? Я хочу сказать, что сегодня нету такого понимания коалиции, вот разговора, да? Во-первых, я понимаю… Есть какие-то портфели, которые вы наметили для себя? Нет, нет. Мы все выборы декларировали одну единственную тему о том, что мы считаем, что коалиции в новой, демократической, которую так вот ожидал и сделал украинский народ, не должно быть в никаком случае квот и квотного портфеля разделения. Потому что, поверьте мне, как экономисту, ноябрь, декабрь, январь и февраль потребуют от страны достаточно грамотных, достаточно профессиональных действий. И поэтому мы считаем, что должны быть профессионалы. А как вы видите коалицию? Как долго это продлится? У вас тоже большой политический опыт. Вы понимаете приблизительно, вот как это все работает там, за кадром, в кулуарах? Вы знаете, мне кажется, что тут нужно понимать такой вариант. Коалиции, конечно, требуют сегодня граждане Украины. Мы проехали абсолютно все области Украины, пятерка партий заступ. И я вам хочу сказать, что люди просто требуют уже залагодженных действий. Не конкуренцию один с одним за портфели, за какие-то амбеции и так далее. Люди вимагают объединения заради збережения Украины, это раз. Заради реформ, это два. Заради серьезных изменений, не косметических, не симуляций, не показовостей якоюсь, а конкретных реальных действий. Я вам хочу сказать, что если этого не случится, и парламент не может сформировать такую действительную, объединенную, солидарную по отношению к реформ, к этих изменений, коалицию, у этого парламента не будет. А что будет? Будет третий Майдан? Вот мы с гостями говорили сегодня. Вы знаете, очень сложно прогнозировать, что будет. Но я точно знаю, что такой какой-то спокойной власти громада не даст. Позвольте, я не могу сказать. Да, одну секунду. У нас Одесса есть. Мы услышим сейчас, что там наш корреспондент на связи Андрей Анастасов. Нужно говорить мягко. Одесса. Одесса. Ну, я сам из Одессы. Знаете, я все-таки разбираюсь, как о моем родном городе говорить. Спасибо за замечание. Андрей Анастасов из Одессы. Одессы. Да, я тоже с любовью. Спасибо. Андрей, как в Одессе выборы прошли? Что там? Потому что тревожная информация и разноречивая поступала. Насколько я знаю, в самой Одессе сейчас обстановка более-менее спокойная. Да, конечно, тоже были зафиксированы множество нарушений различных. Но вот мы сейчас находимся не в Одессе, мы находимся в Одесской области. В Одесской области один из самых проблемных округов. Это 138-й. Его центр находится в поселке Ширяево. Это на север от Одессы. Здесь в борьбе склеснулись два кандидата-мажоритарщика. У одного Ивана Фурсина, это действующий народный депутат от этого округа. У него высокая популярность среди местного населения. Около 40%. А у второго Игоря Учителя, это кандидат от власти. У него за спиной мощный админресурс и прочие рычаги влияния. В ходе предвыборной кампании Учителя неоднократно ловили на подкупе избирателей. Кроме того, местные чиновники также попадались на том, что агитировали явно и незаконно за его кандидатуру. И вот поэтому сейчас такое противостояние. Ловили также на этом, на незаконной агитации даже председателя Одесского облсовета. Чего уж говорить об обычных госслужащих, которые здесь в районах работают. Собрали их всех в районах администрации. Потом по одному вызывали. Давали такую взбучку, такую накрутку, что мало не показалось людям. И, естественно, правовластного кандидата превозносили его выше небес. И в то же время пускали кандидата самого движенца в этом округе. Именно массовых нарушений в день голосования опасались наблюдатели. И некоторые из этих опасений сегодня все же подтвердились. Так зафиксированы были такие случаи, когда в ряде сел людям от провластного все того же кандидата продавали газовые баллоны, например, вдвое дешевле, чем они стоят на рынке. И также таким же образом реализовывали бензин. По нашим данным, в момент реализации данного топлива происходила предвыборная кандидата. Заодно еще предвыборная избирательного процесса. Кроме того, сегодня на 138 округе также множество нарушений фиксировали международные наблюдатели из Польши и Соединенных Штатов Америки. Они также работали здесь в течение дня на округе, в том числе и в Ширяево. Сейчас сюда постепенно начинают уже привозить протоколы. Ситуация на самой окружной комиссии пока спокойная, без происшествий. Но в то же время появляется такая информация, пока она еще не подтверждается, что кому-то могут не понравиться реальные результаты голосования и могут каким-то образом вмешаться в процесс подвоза бюллетеней, протоколов и также в процесс подсчета голосов. В понедельник, в первую половину дня, во вторник, может сложиться действительно острая ситуация на тех комиссиях окружных, в первую очередь, где наиболее непримиримая борьба и где наименьший разрыв между кандидатами. Ситуация действительно, к сожалению, накаляется с каждым часом. Поэтому мы остаемся здесь, будем дежурить, следить за ситуацией напряжения всей ночи. Студия. Спасибо, Андрей Анастасов был с нами на связи из Одессы. Я должен принести свои извинения. Мне говорят режиссеры, что у нас два международных спутника висят. Мы вынуждены поговорить с нашими корреспондентами. Извините. У нас, к сожалению, нет больше времени для того, чтобы поговорить. Еще раз извините. Вера Ивановна, Александр, спасибо, что были в нашей студии. Спасибо. И есть реакция иностранных дипломатов на выборы в Украине. Посол США Джеффри Пайет заявил сегодня. Имели честь наблюдать украинскую демократию в действии. И поздравляем украинцев, ждем оценок наблюдателей. Президент Совета Европы Ягланд считает, что сегодняшние выборы стали четко выраженным желанием украинского народа. Мира, демократия и единства и приветствуют эти выборы. Приветствуют также обязательства Петра Порошенко и Арсения Яценюка проводить демократические реформы. Ну, вот такова реакция мира. Мы продолжим из Соединенных Штатов. В эти минуты с нами на связи Дмитрий Иловский, наш корреспондент. У него узнаем последние новости. Дима. Дима, в Америке вообще всего четыре избирательных участка. Но, пожалуй, самый главный находится здесь, в Вашингтоне. Кроме пункта для голосования, здесь есть еще и пункт для сбора помощи бойцам АТО. Подают сувениры с украинской символикой. Полученные деньги потом отправят на родину, в Украину. Многие местные, конечно, с интересом останавливаются, спрашивают, что здесь происходит. Но, в целом, надо сказать, Америка во всех смыслах далека от Украины. В заголовках новостей тут по-прежнему Эбола, ну и еще промежуточные выборы в Сенат Америки. До них всего 10 дней. За Украину тут, конечно, в целом переживают, но вот за такими тонкостями внутренней политики как-то не очень следят. В отличие от прошедших в мае президентских выборов. А вот американские политики, конечно, сегодня ждут новостей из Украины. Уильям Гринмиллер, легенда дипломатии, посол США в Киеве в период правления Клинтона. У него с выборами в Раду связаны довольно большие надежды. Надеюсь, что выборы будут свободными и честными. Это станет доказательством того, что Украина существует как нация. А еще это мандат правительству, которое сможет продолжать реформы и работать над украинским будущим. Взоры обитателей Капитолийского холма сегодня также обращены на Украину. Но в парламентарии, надо сказать, и республиканцы, и демократы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в Украине демократично и прозрачно. Вот Госдеп на неделе заявил, что высоко оценивает усилия по подготовке выборов, а также готов продолжать помогать с реформами и антикоррупционной борьбой. Но вот пока что помощь только такая. Дима. Спасибо, Дмитрий Иловский, с нами на связи из Вашингтона. И давайте сейчас послушаем, что говорят в Брюсселе, что говорят в столице европейской дипломатии. Там София Гордиенко. Софа, тебе слово. Спасибо, Дмитрий Иловский. Только что я видела прямо сейчас во всем новостным агентствам «Молния» под заголовком «Украина. Чистая победа прозападных сил». Посыпались также и твиты от журналистов, работающих сегодня в нашей стране. И первое место по ретвитам занял Дарт Вейдер, у которого возникли проблемы на избирательном участке. Надо сказать, что фанаты «Звездных войн» всерьез расстроились, мол, увы, сила была не на его стороне. Ну, а результаты экзит-полов здесь, на Западе, считают очень даже и очень обнадеживающими. Студия. София Гордиенко из Брюсселя. Вот такие новости. И дальше, если есть возможность, давайте с Британией поговорим. Что там на Таманном Альбионе? Ух, у нас есть Германия. Хорошо, тогда Татьяна Луганова, Берлин. Да, Дим, если сравнить эти парламентские выборы с президентскими, разница, конечно, есть и она заметная. Первое, что бросилось в глаза в мае, когда голосовали за главу государства, здесь, возле посольства Украины в Берлине, практически весь день стояла длинная очередь. Сегодня, я бы сказала, ажиотаж был умеренным. Люди шли голосовать, но не так активно. Если же говорить о реакции Германии на сегодняшние выборы, то интерес к ним со стороны немцев вообще не сравнить. Если президентские были темой номер один и в прессе, и в телевизионных новостях, то о выборах парламентских вспоминают скорее вскользь. Сегодня на первых полосах другое. Беспорядки на демонстрации в Кельне и европейские банки, которые не прошли тест на финансовую устойчивость. Что пишут об Украине? В основном статьи шаблонные. Во всех попытках спрогнозировать результаты и собственное развитие ситуации после выборов. Чего ждут? Эффективных реформ и борьбы с коррупцией. Об этом пишут и журналисты, и открыто говорят политики. Результаты голосования они, конечно, будут комментировать и оценивать уже после официального оглашения. Но Ангела Меркель еще в начале октября недвусмысленно заявила. Она надеется, что после парламентских выборов украинские власти всерьез возьмутся за реформирование страны. И вряд ли канцлер изменила свое мнение. Дима? Ну, вот такие новости из Берлина. Спасибо Татьяне Лугуновой. И есть у нас еще на связи Британия. Там Оксана Кундеренко. У нее тоже узнаем, что думают на туманном альбиване Оксана. Сказать, что украинские выборы были темой номер один в Великобритании будет явным преувеличением. Всю неделю в местной прессе они их практически не вспоминали. Сегодня британские телеканалы показывали репортажи из Украины, а некоторые воскресные газеты вышли с аналитическими статьями. С прогнозами осторожничали. Говорили в основном о том, что избрание нового парламента – это испытание для демократического государства. Об этом, в частности, писала газета «Санди Таймз» и то на 34-й странице. Вот сейчас, поздним вечером, после закрытия участков, я знаю, что представителей украинской дипмиссии пригласили на интервью на радио BBC. Остальные медиа, скорее всего, больше о выборах будут говорить завтра, когда появятся первые результаты. Ну а официальный Лондон сделал одно единственное заявление устами министра иностранных дел Филиппа Хамонда и накануне голосования. Он приветствовал стремление украинских властей обеспечить право голоса наибольшему количеству избирателей, учитывая беженцев с Востока и аннексированного Крыма. И отметил, что прозрачность выборов отслеживают представители миссии АБСЕ. Британцев среди них в Украине работает 2300. Дима? Спасибо, Оксана. Оксана Кундеренко. Ну вот такова реакция Запада. Мои коллеги, наши международные корреспонденты, следят за тем, что происходит. У нас новые гости подъехали. Проходите, пожалуйста, в студию. Борислав Береза, правый сектор, и Вячеслав Константиновский, кандидат в народные депутаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Народный фронт. Народный фронт. Скажите, а как ваши результаты на этих выборах? Есть уже какая-то информация? Знаете, сейчас очень многих кандидатов принято друг друга поздравлять до того. Я хочу дождаться официальных результатов и потом сказать. Хотя настроение у меня хорошее. То есть предварительные цифры? Предварительные цифры хорошие. Борислав, как у вас? У нас тут гости спрашивали. Про меня? То у вас будет ли Береза, во-первых, да, и какие-нибудь результаты? Ну, могу сказать, что более грязных выборов не было. Во-первых, это первые выборы в моей жизни. Но я просто попав внутри, понял, что мне не очень нравятся правила игры украинской политики. Они абсолютно мне не нравятся. Более того, сейчас мы провели по экзитполам. У нас отрыв уже более чем 9% был. А сейчас закончилось пересчитывать уже, по-моему, 9 участков полностью закончились. Дали протоколы с мокрыми печатями. Наш отрыв увеличивается. Это приятно, как бы, констатировать. Но с чем мы столкнулись? Мы столкнулись подкуп. Мы столкнулись борщеварство. Мы столкнулись раздача листовок с логотипами наших конкурентов. Мы столкнулись с карусель. Классическая карусель никуда не делась. И это печально говорить, потому что люди, которые идут в новый парламент, ведя за собой старые принципы и старые технологии, это отвратительное зрелище. Однако у меня есть надежда, что новый парламент все-таки это будет шаг не просто вперед, а это первый шаг на пути возрождения Украины. Вы знаете, мы про новый парламент как раз с вами поговорим буквально через минуту. У нас есть Северодонецк на связи. Там есть представитель одного из окружкомов. Юрий Марин, да, спасибо большое, что присоединились. Скажите, сложная точка, как прошли выборы, какова у вас ситуация? Выборы прошли на достойном уровне. Правда, грязновато для города Северодонецка, который поражался всегда очень чистыми выборами и достойными. Особенно мне поразило то, что было давление на окружную комиссию. Наши фотографии были расклеены через границу Брянки, Волчевске, Стаханове, где за нас предлагалось по 100 тысяч гривен или объявлялась смертная казнь. Поэтому вот это давление психологическое на окружную комиссию оказало такое, ну кажется, маленькое, конечно, воздействие на наших членов комиссии. Но оно не очень хорошо отразилось на самой атмосфере выборов. И кандидаты, которые боролись за место под солнцем в Верховной Раде, немножечко переборщили с тем, что оказывали не только давление на окружную комиссию, но и грязные технологии, которые произошли в городе. Особенно я не буду останавливаться на отдельных кандидатах, но скажу, что мы, как окружная комиссия, очень недовольны одним из кандидатов. Это Бакулик. Потому что грязные деньги и то, что он применял к нам, ну, конечно, ему не принесут пользы. Ну, а так выборы прошли примерно в небе. Мы примерно получили 23 668 голосов. Это около 20%, ну, чуть больше 20%. Это очень мало. Но при той атмосфере, которая вообще-то происходит здесь... Спасибо большое, что при той атмосфере, в которой вы работали, вы это все выдержали. Спасибо за вашу работу. У нас есть еще одно включение. Ирина Баглаяна из Краматорска. Ир, какова последняя информация, насколько серьезная обстановка? И вот только что до тебя представитель избиркома говорил о том, что выборы были грязные, компания была грязная, давили на избирком. С Бориславом Березой в студии мы об этом начали говорить. Были ли у вас случаи, примеры, насколько их много грязных выборов, манипуляций, фальсификаций? Да, Дим, ну, в первую очередь скажу, что явка в Донецкой области составила почти 32%. Это нам сообщили в обл. госадминистрации. В целом, выборы в этом регионе, где они были возможны, прошли без инцидентов и нарушений. Сейчас идет подсчет голосов, а предварительных результатов комиссии пока не говорят. И вот поступила информация. В 59-м округе на одном из участков Большой Новоселки члены избирательной комиссии отказываются подсчитывать голоса в присутствии наблюдателей. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины. И в Красноармейские члены окружком от 50-го округа на заседании в закрытом режиме приняли решение лишить наблюдателей права присутствовать на заседании комиссии. При этом под зданием, где находится окружком, собрались вооруженные люди. Мы на данный момент проверяем эту информацию и в ближайших выпусках поделимся информацией, новостями, так ли это. Но пока что это вся информация, Дим. Спасибо большое, что несмотря на поздний час ты с нами на связи. Знаю, длинный день был. Спасибо за разговор. Скажите, а вот почему мы говорили сегодня с Центрозбирковым, они сообщили, по-моему, о 18 случаях нарушений. Почему официальная информация о том, что нарушений нет, а буквально в каждом включении с вами, с вами мы говорим о том, что все грязно? Вы знаете, сейчас так принято, кто громче крикнет, того и сапоги. Дима Гордон, плач еврейского народа был на ровном месте. Я стараюсь, то есть была и грязь, все-все-все это было. Я стараюсь от этого абстрагироваться, считаю, что нужно выигрывать в чистую. Когда ты говоришь с людьми, когда ты говоришь честно, то даже при этом при всем тебя победить невозможно. Вот просто я уже хочу увидеть результаты, понять, насколько я прав или не прав. Посмотрим. Но я до сих пор не могу понять, вот с каждым днем, проходя эту кампанию, почему люди так дерутся, чтобы попасть туда. Потому что с каждым днем, чем ближе был конец, и тем больше чувство уверенности, тем больше груз, ответственности. Тебя просто придавливает. Я понимаю, что если я изберусь, значит, мне придется отказаться от роскоши, распоряжаться своим временем, бывать, где я хочу, путешествовать и так далее, и так далее. И это должно быть жертва. А люди тратят деньги, пользуются ужасными, уродливыми, какими-то видами, унижают себя. Ради чего? Ну, я не понимаю. Если они только не хотят принять эту ответственность. Иногда у меня большие сомнения по поводу этих людей. Ну, я могу сказать, что, во-первых, когда центральный диреком сообщил о 17 нарушениях, он написал, что 16 из них пришло по почте, а 2 было уведомлено по поводу. Просто стекаются эти жалобы, нарушения и все остальные петиции, они позже. То есть, все будет позже, мы узнаем, и во всем более позже. Когда все ОВК примут все, когда они зафиксируют, когда они сдадут, и это начнется дальнейшая тяжба. Мы знаем, что, например, на 217 и 223 все в самом разгаре и более ярких, чем выборы там, событий, наверное, еще в Киеве не было. Вот могло быть на 213 примерно подобное, но представители правого сектора и СБУ смогли взять ситуацию под контроль, более того, смогли нормализовать ее. Мы вчера проводили тем в целый день, что разгоняли людей, которые собираются делать карусели. И не просто отлавливали их, сдавали в представители правоохранительных органов. В целом все? В представители правоохранительных органов? Да нет, те, кто в карусели. Мы сдавали их в представители правоохранительных органов, и более того, несмотря на особое нежелание представителей правоохранительных органов это фиксировать, мы благодарны Зорину Шкиряку, которая оказала нам содействие также в этом, и остальным всем, которые выполняли свои функции. Давайте мы от выборов, от темы выборов буквально на несколько минут отойдем. У нас есть специальный материал, материал о Байдаре. Посмотрим вместе, прокомментируем, ну и потом вернемся к разговору. Это когда в один день я потерял двух лучших. Это Чеха и Гуню, которые умерли у меня на руках, когда я видел, как уходит жизнь из человека. Когда сначала он сжал мою руку, я чувствовал, как ослабевает этот жим, как меняется цвет кожи, как пошла какая-то непонятная дрожь по телу. И как тело обмякло. Я это все чувствовал, как все передалось фактически автоматом на меня. Как будто сам прошел это. Очень страшно. Вот речка Айдар. В честь первого боеслокновения на этой речке мы назвали свой батальон Айдар. Что в переводе с тюркского разведчик. Есть еще один перевод, это Сова. Поэтому на эмблеме нашего батальона есть Сова. Ну вот даже слышно, здесь стрельба идет. Скорее всего, с пулемета тяжело. Я думаю, наши проверяют. Я вам скажу подверто и честно. Мне страшно завжди. Каждый бой, чем опция, это возможность померти. Поэтому я не знаю, кому не страшно. Не, возможно, кому-то и не страшно. Но мне завжди страшно. Но знаете, страх это такая штука. Если он тебя перемогает на каком-то этапе, он тебя снищит. Здесь все люди. Только по зову души, по зову совести. Потому что не могли лежать на диване. Вообще, край очень знаменитый. Здесь недалеко происходили съемки фильма. В бой идут одни старики. Сама эскадрилья здесь стояла. Поэтому место знаковое. И думаю, что знаково то, что мы здесь приняли первый бой. И нам это будет путеводной звездой. Во время вчерашнего обстрела немножко мужик-работяга наш пострадал. Слегонца досталось, правда, не столь смертельно. Но все равно мужчины, кажется, угрожают старые шрамы. Это мужик, это трудяга. Там, в принципе, как. У нас больше женские имена дают. Асковый, оранжевый, например. ЗМ-22, это Зина у нас. Если пулемет ДЖКМ, это Дашенька. Ну, а мужик, это трудяга. Верин наш. Сейчас дело в том, что поступила корректировка на размещение. Ну, там товарищи ховаются. Вполне вероятно, что склады и всякая такая гадость. Сейчас мы их отработаем. С укрытия. Ну, а если будут хорошие взрывы, значит, попали. Ну, а так, по крайней мере, хоть напугают. Зампотех вышел на улицу. Зампотех вышел на улицу. И тут разрыв мины. Что в 66-м, что в Opel'е, ну, минимум по 200 осколков. Вот. Зампотеха посеченный полностью бронежилет. Вот. Его контузило, но на теле ни одной царапины нет. Вот это фарт. Машина спасла жизнь. Колеса, правда, она уже поменяли. Эта, она стояла возле 66-го. И основную массу осколков получила автомобиль. Можете посмотреть. Все, как все покурочено. Ну, двигатель. Цель, мы будем его восстанавливать. И останется как парень. Он пойдет в музей батальона, как автомобиль, который участвовал в боях. Думаю, что если бы не Барбольдские батальоны, то товарищ Сынюк строил бы стену уже не здесь, а строил бы где-то в районе Киева. Айдар наносит удар. Народ обидеть не дадим. В борьбе священной победим. Айдар наносит удар. Комбат веди. С тобой не страшны беды. Труба небесной сотни протрудила в бой. Вновь по Крещатику пройдет парад победы. Победы над языческой ордой. Айдар наносит удар. Народной армии бойцы. В рядах и дети, и отцы. Мы украинцы. Мы айдаровцы. Изначально это место выбиралось, чтобы оно было тихое, укромное, чтобы нас никто не обнаружил. Мы тихонько здесь изначально тренировались, чтобы про нашу базу никто не знал. Вот в этом было выбрано такое место в Ложбинке с высотками для выставления секретов. А там был секрет в том месте. Я в этом секрете сидел не одну ночь. И замерзал, как собака. Да, Коля был одним из первых. Первых пять человек, которые пришли в батальон. Вот он пока один остался. Вот, из первого состава. Мы это взяли все в руки, да, и стали вспоминать, как в армии служили. Это была первая ночь батальона Айдар. На следующее утро комбат говорит, так, отсюда снимаемся и едем в Белокуракинский лес. И мы приехали сюда, шесть человек нас. Потом еще откуда-то люди взялись, я не знаю, еще пять человек. Нас осталось, если нешь, одиннадцать. А комбат на этой маленькой машине, Матис, Део, Матис. Как вот то, фигара здесь, фигара там, уехал. Раз приехал, что-то привез. Вот она ласточка. Вот она ласточка. Народ прикалывался с этой машиной, потому что это был вездеход. Он заезжал на любую точку, на горку, где мы там секреты стояли у нас. Вот так в начале мая на этом месте меня провожал Сергей Николаевич. Загрузил эту машину продуктами питания, всем первым необходимым. И мы поехали дальше в леса партизанить, формировать батальон. Да, и четыре бронежилета с берцем. Вот это все снаряжение всякое начинался. Путь, наверное, Сергея Петровича и батальон Айдар сегодняшнего прославленного. А в это время в город въезжали сепаратисты уже. Вот группировка мозгового заходила в город. Это самая знаменитая карта, видите? Да, по этой карте мы тогда разрабатывали план взятия города счастья. А это мы из космоса делаем, это мои разведники. Группа в составе 50 человек выдвинулась на автомобилях легковых. Перед городом все спешились. Все дальше, весь город прошли пешком. То есть был взят, сначала передние блокпосты их не были взяты, далее прошли по городу. На первом блокпосту были уничтожена группировка. Основные инфрообъекты это мост и ТЭЦ. Поэтому следующим маневром был отрезан им подход к ТЭЦ, чтобы они ничего не сделали. Ну и под самое утро уже был взят мост, включая, работала армейская авиация. Это было все согласовано. То есть пехота не шла до тех пор, штурмовые отряды не шли до тех пор, пока не отработала штурмовая авиация. Отработала штурмовая авиация, за ней пошла пехота, которая взяла мост и отрезала, и не дала им взорвать его. Это основа была. Вы по счастью сволота полили. Минавет вас по счастью стрелял. Минавет покалечил и убил. И народ вас за это проклинал. Вы и выродки, вы не и люди. Чему льете безвинную кровь? Всего вам мы не можем забыть. Будьте прокляти. Снова и снова. Вот такие вишки. Родился за Уралом. Вырос под Одессой и в Западной Украине. Учился в Харькове. Преподавал в Харькове. Сложно сказать. Четыре языка. Откуда я? Здесь настоящая семья. Такого коктейля из разных интересных особенностей. Они не знали где просто ни где. У меня в подразделе есть науковцы, например. Есть люди абсолютно разных профессий. И это очень странно и интересно наблюдать их с оружием в руках. И когда они защищают свою землю. Оружие должно быть всегда чистое. Потому что оружие солдата это лицо. Ну а почему на передовое? Потому что у меня есть идея. Сильная страна. Независимая страна. Как говорил один политик, у меня есть мрее. У меня тоже есть мрее. Меня достало. Меня достало, когда я поехал на Майдан. Твой раз меня достало, когда полезли сюда. В моем жизни я юрист, офисный работник. Ну, что они в Снепрово? В Снепрово война началась. Ось я хочу вам показать как раз. Ось место потрапления. Граната. Можно побачить, что они делают. Разлетаются осколки. Осколки. И они наносит ушкоджение. У меня когда-то начинается чувство, то, что вот не надо того делать, у меня начинается какое-то непонятное чувство в теле, когда второй раз надо было брать Красный Яр и посадить туда 12 батальон. Мы не пошли, а послали разведку вечером. Нас тоже там ждали, уже по пути. Перед этим тоже сработала чуйка, потом уже Красному Яру. То есть груза нас ждала, было день перед этим. Вот, а мы их уже взяли тепленькими. Вот такая была чуйка, и она сработала, и успешно провели операцию. Бою под Георгиевкою, ворожий танк выстрелил по мне и моей группе. И там было много паральних, много загибших, в том числе ядром у осколковой паральни. Да нет, до смерти неможливо провести. Героям легендарного и неустрашимого батальона «Айдар». Думаешь про хлопца, про вспоминаю всех, начиная от металлиста, где первые пришли у нас втрати. Мы имеем в себе батальонную авиацию. Пять польотов розвитки было. Был обстрелянный, десь больше десятка раз. Лотается это очень быстро. А вот, если механизмы летят, уже немножко гирше. Свои пилоты. Там обещали даже, что было Ми-8 для перевезения поранених, эвакуации поранених. Я спонсор решил подаровать экипажу. Ласточка. В начале, когда только все начиналось, Надя, Савченко, пуля, Надюшка, твоя лавочка ждет тебя. Перед боем на металлисте она пришла сюда и присела и говорит, вот я хочу купить, говорит, хорошие голландские сигары и говорит, сесть здесь вечерком, когда рыбка плечется, и закурить. Надюша, сигары есть, мы тебя ждем. Мы все делали для того, чтобы ты быстрее вернулась. Жита, важно, как ты живешь. И не важно, как ты в животеешь. Когда твердым, ты кроками идешь. Не плазуешь, от жаха не млеешь. Когда долю свою делаешь сам, когда сердцем за нынку болеешь, делаешь то, что нужно всем нам. И смотрите, в очи всем смеешь. Любой приказ, кроме приказа на отступление. Прежде всего, хотелось бы передать привет сыночку моему Егору. Сын, если ты меня смотришь, если ты меня видишь, я знаю, что я в этой жизни тебе сделал много плохого. Сын, прости. Жене своей хочу передать привет. Теще своей хочу передать привет. Всем тем ребятам, опять же, всем тем волонтерам белоцерковским, которые помогают мне. Да и вообще просто всем жителям Белой Церкви ребята привет. Мы живы. Я думаю, что в скором будущем мы будем все-таки дома. Надо быть холоднокровным, но оно потом, потом вылазит. Бессонными ночами. Криками, сединой, что самое простое. А чтобы дальше, ну, это само Богу известно. Вырубаешься просто и отключаешься. Сны очень, не очень редкие. Вот. Просыпаешься, бывает просто открыто. Раз проснулся и услышал, что он сам с собой или разговаривал, или кричал. И непонятно почему. Украина будет наша. Будет целостная, неурядимая. И кордоны ее будут неделимы. Мы вернем Донбасс. Мы вернем Донбасс обязательно. И Крым вернем. Для того мы взяли оружие в руки. Борислав Вячеслав, хотел вас спросить, а вот мы сейчас смотрели с вами вместе, вот такое ощущение, что две параллельные реальности. Тут кто-то портфели делит, там говорили о голосах, а ребята, они о победе, о том, как дальше быть. Вот нет ощущения, что действительно, как-то мы в двух параллельных плоскостях, которые вообще не пересекаются. Мысли о двух параллельных плоскостях приходят и там, на востоке, и когда вспоминаешь ребят, и когда винограды, кореневка, вот эти вот районы, и ты видишь людей, которые выходят во двор, многие плохо ходят, пожилые люди, людям не за что жить, не за что покупать лекарства, детские садики холодные, больницы. И вот именно мысли о параллельной реальности возникают и в этом, и в том случае. Потому что существует какая-то элита, условно говоря, которая живет в своем мире, и которая на самом деле плохо понимает, что происходит с остальными людьми. и я вот еще раз говорю, вот люди дерутся за эти мандаты, готовы друг друга разорвать. Мне кажется, что они ответственность, многие, не все, конечно, но многие не понимают ту ответственность за вот именно этих людей, которые и на фронте, на востоке, и те, которые живут в наших спальных районах, не знаю, не в самых дорогих, да. То есть эти люди надеются, это их последняя надежда, что что-то, что-то изменится. Это настолько тяжелый груз, это должно быть настолько ответственное решение, потому что как потом выходить на улицу, как потом идем этим смотреть, если их подвезти, и понятно, что им сразу всем быстро не поможешь, и резко все это не улучшится. Но если не начинать, тогда вообще никогда ничего не изменится. Борислав, есть надежда, что вот эти две плоскости, они пересекутся в политике со своими интересами, коалициадами, портфелями и реальной жизни. Вы-то идете в парламент для того, чтобы это соединилось? Знаете, у меня в моей избирательной кампании принимали участие не только киборги, киборги правого сектора из Донецкого аэропорта, но и также несколько ребят из Айдара. И они говорят все одно и то же вещь. Там проще. Там нет денег, за которые здесь все дерутся. Там другие проблемы. Но их разочаровывает, что пока они там жертвуют своим здоровьем, своим жизням, здесь происходит какой-то делеган. По-другому это назвать нельзя. И пока некоторые голосуют за премьер-министра, другие голосуют за Украину. Самое главное, чтобы вот эти выборы не стали просто переоспределением власти, а стали первым этапом возрождения Украины. И я почему-то очень сильно уверен в том, что именно эти парни, которые сейчас на Востоке, они должны стать гарантами того, что никто не посмеет больше предавать народу Украины. Первый раз, когда нам досталась независимость, она досталась нам даром. Потом был Майдан, первый Майдан 2004 года, в который никто, слава Богу, не погиб. За второй Майдан мы заплатили небесные сотни. Сейчас мы платим тысячи жизней на Востоке Украины. Мы не имеем права больше жертвовать жизнями украинцев, патриотов Украины. Да, что все это понимали, так как вы центр сберком Валентина Левицкая с последними данными. Давайте сейчас услышим, что там по явке. Вальф. Да, Дмитрий, сейчас уже цифры практически близки к 100% по явке. Можно сказать, что уже почти 53% это именно то число, которое характеризует среднюю явку по стране. Самыми активными оказались жители Львовской области. 70% избирателей пришли на участки. Самая низкая явка по вполне понятным причинам в Луганской и Донецкой областях это 33% и 31%. Можно сказать, что несмотря на ту опасность и ту сложность, которую там переживают люди, это все-таки достаточно высокая для тех условий, для тех областей явка. А вот одесситы показали какую-то вот не слишком высокую явку, говорят, это традиционно, всего лишь 39% избирателей пришли на участки. И вот центр сберком начал получать уже первые результаты самого голосования, итогов голосования с зарубежных участков. И вот есть вот такой нюанс, очень, не очень приятный, я бы сказала, в Москве, где зарегистрировались 50 тысяч украинских избирателей пришли выбирать новый парламент всего лишь полтора процента. Это чуть больше 800 человек. Вот такими оказались неактивными наши сограждане в Москве. И что характерно, из-за того, что Донбасс оккупирован, часть Донбасса, из-за того, что там идут бои, из-за того, что там люди боятся идти на выборы, и из-за того, что Крым находится под оккупацией, в итоге в новый парламент не придут 27 депутатов-мажоритарщиков. Это уже окончательно понятно, однако заместитель главы Центрсберкома Андрей Магера заявил, что такая ситуация в Украине не впервые. В 1994 году Рада второго созыва также работала в неполном составе, и это никоим образом не сказалось на ее легитимности, поскольку по Конституции Верховная Рада считается правомощной, идееспособной, если получают мандаты, если выбираются две трети народных депутатов, и не меньше. В нашем случае это именно так и будет, и поэтому можно сказать, что никаким образом отсутствие этих мажоритарщиков не повлияет на законность работы Верховной Рады. В Центрсберкоме продолжают получать информацию, обрабатывать, и уже, в принципе, для публичной активности здесь все брифинги закрыты, и будут уже первые новости уже завтра в 10 часов утра. Дмитрий. Спасибо. Ну вот такие новости из Центрсберкома. Знаете, у меня к вам последний вопрос. Не случится ли так, нет ли у вас опасения, что вы разочаруетесь и в политике, и в стране, когда столкнетесь с той реальностью, в которую вам предстоит прийти, работая в Верховной Раде? Вот если можно, коротко. Ну, взялся за гуш, не говори, что не идешь. Это раз. Во-вторых, мы идем для того, чтобы менять, по крайней мере, представителя права сектора и Дмитро Ярыш, мы идем для того, чтобы менять ситуацию, для того, чтобы возрождать Украину. Мы приложим все усилия для того, чтобы этого добиться. Абсолютно согласен с Бориславом. Если не пробовать, никогда ничего не поменяется. Возможно, разочарование, но для этого и мы прошли ту жизненную школу, для того, чтобы пройти это и изменить. Все. Спасибо, что были в нашей студии. Такими были эти подробности и дели. Это Ночь выборов. Спасибо, что смотрели и до встречи ровно через неделю в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова